В истории бокса есть чемпионы, которые по стечению обстоятельств остались забытыми. Речь не о тех, кто ухватил титул благодаря очень грамотной работе промоутера и большой удаче, а затем расстался с поясом во время первой же защиты и канул в лету. Я говорю о бриллиантах редчайшего блеска. Тот, о ком я хочу рассказать, дважды получил награду «Боксер года». Он имеет в своем послужном списке 20 побед над боксерами, которые введены в международный зал боксерской славы. Вы не ослышались? 20 побед над признанными легендами, имя которых увековечено там, куда мечтает попасть каждый боксер. У Шугара Рэя Робинсона, которого многие считают величайшим боксером в истории, больше всего на одну. 21 победа над теми, кто в итоге был включен в зал боксерской славы. У Мэнни Пакьяо таких побед 12, у Мохаммеда Али 11, у Джо Луиса 10, у Джека Демпси и Флойда Мэйвезера 9, у Роя Джонса и Рэя Леонарда 5, а у Марвина Хаглера и Майка Тайсона вообще всего 2. Журнал «Ринг», да и не только, назвал этого боксера величайшим полутяжеловесом в истории. Великий Арчи Мур в этом рейтинге стоит позади него, на втором месте. Тот же самый «Ринг» поставил героя нашего выпуска в десятку величайших боксеров, независимо от весовой категории. Даже Мохаммед Али признал, что именно этот соперник доставил бы ему серьезные проблемы, хотя сам Али заметно крупнее. Но несмотря на все эти головокружительные достижения, об этом боксере вспоминают очень редко, а большинство поклонников бокса вообще никогда о нем не слышали. Уверяю вас, когда вы с ним познакомитесь и узнаете его историю, он останется в вашем сердце навсегда. А в списке ваших самых любимых боксеров появится новое имя – Эзерт Чарльз по прозвищу Кобра из Цинциннати. Эзерт Мак Чарльз родился 7 июля 1921 года в Лоренсвилле, штат Джорджия. Он стал вторым ребенком в семье, но свою старшую сестру он никогда не видел, потому что она умерла, когда ей было 4 месяца. Эзерт был назван в честь врача, принимавшего роды у матери. Отец Уильям и мать Альберта прибыли к доктору по имени Уэбстер Пирс Эзерт уже поздним вечером. Он успешно принял роды, однако у родителей не хватало денег, чтобы оплатить услуги. Доктор не стал брать с них вообще никаких денег, и Уильям с Альбертой решили назвать сына в его честь. Эзерт В отличие от большинства черных семей, где количество детей могло исчисляться десятками, семья Чарльзов была небольшой. Эзерт был единственным ребенком. Но когда ему было 5 лет, семья стала еще меньше. Отец бросил семью и уехал на север страны. После этого голодать Эзерду пришлось еще чаще. Проблемы были и с пищей для ума. На дворе конец 20-х. А первая публичная школа для черных в Лоренсвилле появится только в 50-х. 20-е годы 20-го века – это один из самых ярких периодов в истории профессионального бокса. Это эпоха Джека Демпси. Джек не пользовался особой популярностью среди черного населения, из-за того, что за время чемпионства так и не встретился ни с одним черным претендентом. Но эпоха Джека через прослойку в виде Джесса Уилларда началась после эпохи Джека Джонсона – первого черного чемпиона мира в супертяжелом весе, который был для черных настоящим героем. Поэтому бокс среди черных мальчишек был одним из самых популярных видов спорта. Свой первый боевой опыт Эзерт Чарльз получил во время Королевской битвы. Если вы смотрели выпуск о Джеке Джонсоне, то вероятно помните, что полное название данного мероприятия – Королевская битва негров. Черных ребят, а чаще всего это были подростки или даже дети до подросткового возраста, в количестве от 5 до 10 человек ставили в ринг и заставляли драться. Когда оставался стоять только один, а все остальные лежали, поединок заканчивался. Иногда для увеселения публики бойцам завязывали глаза, и они молотили друг друга вслепую. Когда Эзерт Чарльз впервые поучаствовал в таком действии, ему было 8 лет. А происходило это на лужайке перед особняком мэра Лоуренсвилля. Свою первую королевскую битву Чарльз выиграл, после чего стал частым участником таких забав для так называемого высшего общества города. Участие в боях натолкнуло Чарльза на мысль о том, что нужно тренироваться. Он взял мешок, наполнил его песком и старыми тряпками и повесил на дерево. С каждым ударом по этому снаряду мечты стать боксером становились все ярче. Правда, с этими грезами пришлось расстаться. Альберта уже отчетливо понимала, что шансов на достойное будущее в бедной провинции у ее сына просто нет. Она перевезла 9-летнего Эзерда к своей матери в Цинциннатти, штат Огайо, а сама отправилась в Нью-Йорк в поисках работы. Теперь воспитанием Эзерда занялась бабушка, которую звали Мот Фостер. Она была строгой, но справедливой, хотя внук не создавал проблем своим поведением и обходил неприятности стороной. Но о каких-либо занятиях боксом речи не шло. Мот была противником бокса и считала, что теперь главным занятием в жизни ее внука должно стать получение образования. В 9 лет Эзерт наконец-то пошел в настоящую школу, но он не умел читать, и его определили в класс для умственно отсталых, где он провел 3 месяца, а затем уже был переведен на стандартное обучение. Как говорили учителя, Чарльз не был отличником, но все же являлся старательным учеником и среди отстающих его тоже не было. Правда был один момент, в котором он не показывал вообще никакого стремления, и это были уличные драки. Его задирали в школе, и он никогда не давал сдачи, и это при том, что за его спиной были десятки боев в разных форматах королевской битвы, и они ничем не отличались от уличных драк. И подавляющее большинство этих боев он выиграл, но в школе и на улице Эзерт вел себя так, будто вообще никогда в жизни никого не ударил и боялся это сделать. Из школы домой он мог добираться довольно долго, обходя опасные районы и скопления ребят, которые казались ему недоброжелательными. Но в августе 1932 года жизнь Эзерда Чарльза изменилась навсегда. По городу пронеслась новость о том, что в Цинценатте проведет поединок Элихио Сардиниас Монтальво, известный боксерскому миру под именем Кит Чоколад. 22-летний кубинец был чемпионом мира в первом легком весе и одним из кумиров для черных ребят. В качестве рекламы боя его возили по городу на автомобиле и в какой-то момент он попросил остановиться у магазина сладостей, который был расположен неподалеку от дома, где жил Чарльз. Эзерт был в толпе мальчишек, облепивших машину кубинца. Кит Чоколад обожал костюмы и в этом плане напоминал Джека Джонсона. Кто-то из детей спросил у чемпиона, сколько у тебя костюмов? Ответ изменил жизнь как минимум одного человека. У меня костюмов на каждый день года. 365. Эзерт Мак Чарльз, который был так же беден, как и любой другой ребенок Уэст-Энда. Избегал уличных драк, выглядел так, будто он почти умирает от голода и никогда не начинал разговор первым, в тот момент подумал, я буду боксером и у меня будет столько же одежды. Незадолго до боя кубинца в Цинциннатти, промоутер собрал на улице группу ребят, чтобы те расставили стулья на арене, а в качестве оплаты за труд он пообещал им билеты на бой. Эзерт был в числе этих ребят и для них это было даже больше, чем чудо, увидеть героя своими глазами. Ожидание чуда продлилось недолго. Когда парни сделали работу и пришли за билетами к оговоренному месту встречи, там никого не было и на бой они не попали. Хотя в целом это было не так важно. Важно было то, что внутри пылало стремление стать боксером, да и в целом стать чем-то большим, чем просто черный парень из бедного района. В 1935, когда Чарльзу было 14 лет, у него появился новый герой – Джо Луис. В конце 35-го Эзерт набрался смелости, подошел к бабушке и попросил у нее 50 центов для того, чтобы оплатить занятия в местном боксерском клубе. Напомню, бабушка была противником бокса, но Эзерт был примерным ребенком и отказать ему в его стремлении она не смогла. Когда Чарльз пришел в зал Дэнни Дэвиса, который тренировал чемпиона мира в полулегком весе Фредди Миллера, его высмеяли. Эзерт был худым и выглядел так, будто ест не каждый день, хотя в целом это было недалеко от реальности. Он разговаривал очень тихо и был невероятно застенчивым. Рассмотреть в нем боксера и уж тем более потенциального чемпиона мира мог только сумасшедший. В зале занимались ребята из таких же бедных семей, как он, но на их лицах были шрамы, злость и желание уничтожать. На их лицах буквально было написано «Я хочу выбраться из бедности». На лице Чарльза не было ни шрамов, ни агрессии. Он выглядел просто как худой бедный мальчик, который, судя по всему, заблудился в собственной голове, возомнив себя боксером. Тренеры зала отказались зачислить его в ряды подопечных и посоветовали найти другой вид спорта. Эзерт вернулся домой ни с чем. Но на следующий день он рассказал эту историю своему другу, который занимался боксом в другом зале. Тот взял Эзерда с собой и познакомил с тренером. Это был Берт Уильямс, ирландец по происхождению. Он воевал в Первой мировой и был одним из самых уважаемых тренеров в Цинцинадте. Берт скептически посмотрел на 15-летнего паренька, но все же попросил встать его в стойку и выбросить несколько ударов. «Я сразу увидел, он знает, что делает. Казалось, у него есть потенциал. Я поработал с ним два или три раза и понял, что у парня есть характер. На шестой день занятий я поставил его в спарринг с опытным боксером-любителем по имени Сэм Рутледж. Просто посмотреть на реакцию после пропущенных ударов. Я знал, что рано ставить его в спарринг, но мне показалось, это лучший способ понять, что именно заключено внутри этого паренька. Сэм гонял его по рингу и даже несколько раз уронил. После таких избиений большинство ребят в зал уже не возвращаются. Эзерт пришел на следующий день, и я снова поставил его с Рутледжем. Сэм снова гонял его по рингу и снова несколько раз уронил. На следующий день он опять появился в зале и опять был готов встать в спарринг с Рутледжем. После нескольких месяцев тренировок Берт Уильямс проникся к очень скромному, но обладающему поразительным стремлением и дисциплиной Чарльзу, и даже купил ему новую одежду. В начале 1936-го Берт Уильямс заявил своего нового подопечного на любительский боксерский турнир. Опять же, Берт сделал это очень рано, но его распирало любопытство. Действительно ли он не ошибся, поверив в мальчишку, и ему очень хотелось проверить его в бою. В первом раунде первого официального боя в жизни Эзерт оказался в тяжелом нокдауне. Он встал, дотянул до гонга, а во второй трех минутке буквально набросился на соперника. В третьем раунде Чарльз заставил рефери вмешаться и остановить поединок. Он прошел проверку боем и доказал тренеру, что тот в нем не ошибся. В конце 1936-го теперь уже Чарльз гонял по рингу своего старого знакомого Сэма Рутледжа. Владелец зала, где работал Берт Уильямс, видя прогресс, начал настаивать на том, чтобы Чарльз дебютировал в профессиональном боксе. Уильямс считал, что для этого еще слишком рано. Это сейчас новичков ведут с первых шагов, выводя на ринг 5-6 раз в год, создавая иногда даже слишком комфортные условия. В те времена новичкам приходилось сразу же бросаться в настоящую мясорубку и проводить иногда по 15-20 боев в год. И если сломают на старте, то фарш уже не провернешь назад. Так что бросать 15-летнего парня в клетку со львами Уильямс не торопился. Он считал, что нужно набраться опыта в любителях, где условия для роста значительно гуманнее и есть возможность подбирать соперников по силе. Берт Уильямс, как настоящий ирландец, за словом в карман не лез. И на почве разногласий относительно карьеры Чарльза рассорился с владельцем зала так, что тот выгнал и Уильямса, и Чарльза. Это не остановило тренера от того, чтобы продолжить работу с боксером. В отличие от других ребят с улицы, Чарльзу не нужно было прививать дисциплину и говорить, чтобы он держался подальше от плохих парней. У него было сердце бойца. Он был чудесным мальчиком и с ним было очень легко. Он делал все, что я ему говорил. Все, что было у него на уме, это зал, зал, зал. Часто мне приходилось выгонять его из зала уже поздним вечером. Но тренировками сыт не будешь. Чарльзу нужно было содержать себя. Он мыл машины, окна, работал грузчиком. При этом не бросал школу и сдал все экзамены, перейдя из средней школы в старшую. Первая поездка на чемпионат США закончилась неудачно. В марте 38-го Чарльз проиграл в первом же поединке на турнире в категории 66,7. Если вы попробуете найти послужной список Эзерда в любителях, то скорее всего наткнетесь на 42,0. Это не так. Чарльз проигрывал в любителях на официальных турнирах шесть раз. 42,0 породил Берт Уильямс, который для придания ауры непобедимости говорил журналистам, что его боксер ни разу не проигрывал. Хотя через время сам Берт раскроет свой же обман. В 1939-м Эзерт был уже средневесом и выступал в категории 72,6. И этот год стал настоящим прорывом. Все началось с победы на турнире «Бриллиантовый пояс». Это турнир, существовавший до того, как появился национальный турнир «Золотые перчатки». В те времена золотые перчатки проводились только в нескольких штатах. И только с 1964-го, помимо локальных золотых перчаток, появился национальный турнир «Золотые перчатки», который по силе почти ничем не отличался от чемпионата страны. Так вот, достижение Эзерда Чарльза в 1939 году в любителях. 27 января – победитель турнира «Бриллиантовый пояс». 9 февраля – победитель турнира «Золотые перчатки Цинценатти». 10 марта – победитель турнира «Золотые перчатки Чикаго». 29 марта – чемпион штата Огайо. 14 апреля – чемпион США. Всего за два с половиной месяца Чарльз выиграл 19 боев и 5 турниров, включая чемпионат страны. После этого уже можно было смело переходить в профессионалы. Дебют состоялся 12 марта 1940 года. Эзерт в четвертом раунде нокаутировал Мелоди Джонсона и получил за это гонорар 5 долларов. За первый год профи карьеры Чарльз провел 15 боев. Летом 41 года у Берта Уильямса появился шанс поставить своего вундеркинда против бывшего чемпиона мира. Кен Оверлин буквально в прошлом поединке потерял чемпионский титул в среднем весе, причем потерял благодаря судьям, которые украли у него победу и титул. И теперь Кен был готов реабилитироваться за счет талантливого новичка. Оверлин был не просто чемпионом, он был боксером номер один в среднем весе. Не часто встретишь новичков, которые через год после начала карьеры вышли бы на сильнейшего боксера в своем дивизионе. И кстати, Оверлин будет включен в зал боксерской славы. Берт Уильямс понимал, шансов на победу нет. Разница в опыте колоссальна. У Оверлина 123 победы и 19 поражений, но при этом всего 20 побед нокаутом. Уильямс считал, что это идеальный соперник. Даже если Чарльз проиграет, его точно не изобьют, но при этом он получит огромный опыт. Тут нужно понимать один очень важный момент. Культ ноля в графе поражения начался благодаря Флойду Мейвезеру. Только после его весьма грамотных манипуляций, многие фанаты стали думать, что ты действительно хорош, только если ни разу не проигрывал. Но в первой половине 20 века никто не придавал значения тому, сколько у человека поражений. Философия была другая. Если у тебя ноль в графе поражения, значит, ты избежал встречи с самыми сильными соперниками. Либо же встретился с топовыми соперниками тогда, когда они перестали быть по-настоящему опасными. Правда, для того, чтобы добиться боя против лидера среднего веса, Берту Уильямсу пришлось пойти на сделку с менеджером Оверлина Крисом Данди. Состояла она в том, что теперь Данди становился менеджером Чарльза на следующие несколько боев. То есть, по сути, пришлось сдать своего боксера в аренду. В поединке против лидера среднего веса Эзерт торопился в атаке, был невнимателен в защите и опытный Оверлин просто-напросто переиграл молодого и нетерпеливого соперника, победив решением. Уильямс этого ожидал. Чего он не ожидал, так это того, что Чарльз не будет разгромлен. Он создал конкуренцию. Всего через 5 месяцев средневес Чарльз вышел на экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Тедди Яроша. В этой истории были схожие черты с боем против Оверлина. Ярош имел 107 побед, но досрочно выиграл только лишь 17 боев. В конце первого раунда Чарльз отправил Яроша в нокдаун, а по итогу победил разгромным решением. Ярош тоже будет включен в зал славы. Проходит два месяца, и Чарльз встречается с еще одним бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе – Антоном Христофоридисом, пятым номером в полутяжелом весе. Христофоридиса рассматривают в качестве небольшого фаворита. Однако этого фаворита хватило на неполные три раунда. Чарльз победил досрочно. У вас может возникнуть вопрос, а как тренер, не обладающий большим влиянием, смог вот так сходу организовывать своему боксеру такие серьезные бои? У Берта были связи, но было плоховато с деньгами. Если делать все самим, то до больших боев вместе с Чарльзом они шли бы очень долго, и скорее всего не дошли бы. Параллельным курсом с Эзардом Чарльзом двигался хорошо знакомый постоянным зрителям канала «Легендарные бои» боксер по имени Арчи Мур. Чарльз выступал менее двух лет и встретился уже с тремя чемпионами мира. А Мур выступал шесть лет, провел 57 боев и у него был только один чемпион в послужном списке – Тедди Ярош, которому Арчи проиграл. Чарльз уже с самого старта попал в водоворот главных событий. А Мур попадет в них только через 15 лет после начала карьеры, и когда на его счету будет уже 150 боев. Сначала нужно пояснить, как вообще в то время работала система, хотя в целом с тех пор мало что изменилось. Для того, чтобы люди знали о боксере, нужно, чтобы о нем писала пресса. После вступления в силу сухого закона, криминальным структурам пришлось думать о том, как развивать подпольную систему производства и распространения алкоголя. И пока шла разработка и отладка процесса, мафия обратила внимание на профессиональный бокс, который всегда был тесно связан со ставками. Крупные боссы, включая Аль Капоне, плотно вошли в этот бизнес. И просто так попасть, скажем, на арену Мэдисон Сквер Гарден, а Нью-Йорк тогда был эпицентром мирового бокса, было непросто. Нужно было иметь связи с криминальными структурами, либо же дружить с теми, кто знает нужных людей. Это касалось не только попадания на большой ринг, но и попадания в газеты. Если ты хочешь, чтобы о твоем боксере написали, нужно взять конверт, написать на нем имя журналиста, а в конверт положить бумажку с именем боксера и деньги. Конверт обычно оставляли в хорошо известных местах, куда и любили заглядывать журналисты. А там уже через бармена или менеджера ресторана конверты передавали адресатам. Наставник Чарльза Берт Уильямс не располагал средствами для того, чтобы продвигать своего боксера. Эзард настоял на том, чтобы часть прав на его карьеру, Уильямс передал Максу Элкасу, который владел магазином одежды в Цинценатте и у которого работал Чарльз. Уильямс не хотел делиться талантом, который попал ему в руки, но привести этот талант к вершине бокса он не мог, поэтому все же уступил часть контракта Элкасу. Тем более, тот помогал Чарльзу финансово. Более того, даже начав профи-карьеру, Чарльз в свободные дни приходил в магазин, чтобы встать за кассу и хоть как-то отработать оказанную помощь. Но одного Элкаса было мало и Уильямс уже самостоятельно продал еще одну часть контракта владельцу ресторана в Цинценате Чарле Дайеру. Но еще до того, как Чарльз перешел в профессионалы, Уильямс отдал долю в карьере Эзарда промоутеру Сэму Беккеру. То есть карьерой боксера заведовали уже 4 человека. Уильямс был в ситуации, когда любой из двух путей имел большие шансы оказаться для него лично провальным. Если не привлекать спонсоров, дойти до титульных и денежных боев было невозможно. А какой смысл зарабатывать по 100 долларов за бой, и это в лучшем случае? Да и при таких гонорарах, чтобы боксер и тренер могли себя прокормить, нужно выходить на ринг не реже, чем 10-12 раз в год. Это не карьера, это выживание. Если привлекать спонсоров, то есть огромный шанс потерять боксера. Как только сильные из мира бокса учуют талант, это конец. Уильямса ждал именно второй вариант. После того, как к делу был привлечен менеджер из Нью-Йорка, Берт Уильямс окончательно потерял статус менеджера. Самая главная его ошибка заключалась в том, что он подписал контракт с Чарльзом, когда тому еще не исполнилось 18 лет. Для надежности он добавил подпись бабушки Эзарда, но она не являлась официальным опекуном, потому что официальным была мать. А вот когда Эзард подписывал контракт с новыми спонсорами, ему уже было 18. Берт понял свою ошибку, но было поздно. Из-за юридической неграмотности он потерял свой статус и процент от доходов как менеджер. Конечно, можно сказать, что Чарльз мог вмешаться и решить вопрос. Но было бы наивно ждать от 20-летнего парня, что он сможет что-то решить. Тем более, теперь он был связан контрактами с целой группой людей и сам он уже ничего не решал. Но был один важный момент. Из команды Уильямса никто не выгонял, он мог остаться тренером. И если бы дела пошли, заработки все равно могли быть солидными. Но Берт Уильямс относился к тем людям, про которых говорят, язык мой, враг мой. Он разругался со всей командой и начал высказывать свои недовольства Чарльзу. В итоге Эзард отказался от услуг Уильямса и нанял нового тренера, Джимми Брауна, с которым давно дружил. Браун был боксером, не особо успешным, да и научить чему-то новому Чарльза он уж точно не мог. Но с ним Эзарду работалось легко, и это было самое главное. Хотя, забегая немного вперед, нужно сказать, что Эзард со временем понял, что, наверное, стоило попробовать отстоять права Уильямса. Но именно в тот момент он не чувствовал в себе достаточного авторитета, чтобы спорить с людьми, которые теперь полностью контролировали его карьеру и от которых зависело его будущее. Март 1942. Чарльз во второй раз встречается с Кеном Оверлином. Очень важный бой, потому что на поединке присутствует Майк Джейкобс, менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе Джо Луиса. Однако Оверлин снова стал камнем преткновения для Чарльза. И хотя поднабравшийся опыта Эзард выглядел лучше, максимум, что он смог выжать против неудобного Оверлина – это ничья. Майк Джейкобс был не впечатлен. Затем проблем подкинул и сам Чарльз. В кармане появились деньги, менеджеры подарили ему автомобиль. А Эзард открыл для себя сферу развлекательных услуг. Он стал посещать клубы, бары, рестораны, знакомиться с девушками. Развлечения, которые не были доступны ему раньше, повлияли на карьеру. Он проиграл кубинцу по имени Кит Тунеру, после чего в дело вмешался самый авторитетный человек в жизни Чарльза – бабушка. Она отобрала ключи от машины и сказала, что вернет их только тогда, когда увидит, что он снова стал серьезно относиться к делу. Пока Чарльз слушал наставления бабушки, его менеджеры решили пойти в Абанк. Они устроили ему бой против главного боксера из отряда убийц и будущего члена зала боксерской славы Чарли Бёрли. Если охарактеризовать Бёрли, то представьте себе Пернелла Уитакера, но только с нокаутирующим ударом. Попасть сложно, упасть легко. Менеджер Шугара Рэя Робинсона как-то признался, что они не то чтобы избегали Бёрли, но Чарли был таким неудобным соперником, что даже выиграв у него, все равно будешь выглядеть плохо. Поэтому, хотя у них и был шанс встретиться с Бёрли, они решили, что лучше этого не делать, чтобы не усложнять себе жизнь. Бёрли был одним из самых избегаемых боксеров в истории и доходило до того, что будучи в тройке сильнейших боксеров в своем весе, он работал мусорщиком. В начале 42-го года Бёрли был вторым номером в списке претендентов на титул. Первым был Арчи Мур, но он был в том же положении, что и Бёрли. Слишком хорош, но без большой команды. Правда, в случае с Арчи стоит добавить пока что. Команда Чарльза предложила его кандидатуру менеджеру Чарли Бёрли Джейку Минцу. Тот ответил, Бёрли – потрясающий боксер, и какому-то школьнику не место рядом с ним, только если для получения автографа. В одном Джейк был прав. Чарльз действительно как раз заканчивал школу, и это несмотря на то, что Эзард уже два года дрался в среднем раз в месяц. Но у Бёрли отвалился соперник, и других вариантов просто не было. А билеты на бой уже проданы, так что Минц согласился. Конечно, со стороны менеджеров Чарльза это был очень рискованный шаг. Бёрли рассматривали как фаворита 3 к 1. Чарльз выиграл первые два раунда, но в третьем Бёрли включился. И выглядело это так, будто он всё понял и теперь доведёт бой до победы. И в четвёртом раунде поединок действительно едва не был остановлен, потому что Чарльз серьёзно потряс фаворита. В финальном, десятом раунде Бёрли безнадёжно проигрывал по очкам. И пытаясь нокаутировать Эзарда, нарвался на удар и оказался в нокдауне. А через несколько минут смотрел на то, как рефери победно поднимает руку школьнику. Сразу после боя местные журналисты, а бой был в Питтсбурге, пригласили Эзарда на интервью. Он отказался, ему нужно было ехать домой, а это 8 часов на поезде, потому что на следующий день у него был выпускной в школе. Когда он приехал домой, бабушка вернула ему ключи от машины. Буквально через месяц после первого боя Чарльз и Бёрли встретились вновь. Если в первом бою Эзард перебил соперника, то во втором он его уверенно перебоксировал. 2-0 в пользу школьника. Дважды Бёрли до этого момента ещё никому не проигрывал, а Эзард Чарльз, который только закончил школу и выступал на ринге всего два с небольшим года, имел уже шесть боёв против топовых соперников. И три соперника, хотя понятное дело тогда этого ещё никто не знал, попали в зал боксёрской славы. В конце 42-го соперником Чарльза стал Джоуи Максим, который тогда ещё не был чемпионом, но он им станет, а ещё попадёт в зал боксёрской славы. Чарльз провёл с ним два боя, в октябре и декабре. В обоих выиграл решением, причём безо всяких вопросов. После этого на пути стоял ещё один боксёр, чьё имя будет увековечено в зале славы – Джимми Бивинс, который одновременно был претендентом номер один в полутяжёлом и супертяжёлом весах. Бивинс четыре раза уронил Чарльза и выиграл бой решением. Через пару месяцев после этого Эзард снова вышел на ринг и угадайте, что это был за соперник? Правильно, ещё один боксёр, который будет включён в зал славы. Это был член отряда убийц Ллойд Маршалл, и он отправил Чарльза на настил ринга в первом раунде, третьем, пятом, дважды в седьмом и дважды в восьмом, после чего бой был остановлен. Согласитесь, подозрительно, что парень, который сходу дрался на равных с чемпионами, а потом, поднабравшись опыта, стал бить лучших представителей этого спорта, вдруг побывал на полу 11 раз за два боя и впервые проиграл досрочно. Официальная версия проблемы с бедром, реальная, Эзард просто-напросто потерял мотивацию. Он видел, как герой его детства Джо Луис получает за свои бои сотни тысяч долларов. Понятное дело, что Луис это фигура другого масштаба, но Чарльз пока даже не получил свою первую тысячу за бой, но при этом дрался со всеми подряд, в том числе и с теми, кого лидеры предпочитали обходить стороной. В некоторых боях на аренах собиралось более 10 тысяч человек. Доходы от продаж билетов могли превышать 20 тысяч долларов, но Чарльзу перепадали крошки. Конечно, зарабатывать за бой 200-300 долларов лучше, чем мыть окна за 20-30 долларов в месяц, но в 42 году он провел 12 боев и 9 были против соперников из топ-10 в трех разных весах, от среднего до супертяжелого. И когда я говорю из топ-10, это не как сейчас, 4 рейтинга у четырех разных организаций и в каждом списке свои лидеры. В те времена рейтинг был только один по версии журнала Ринг. И если речь шла о десятке сильнейших, то это были действительно 10 лучших претендентов на титул. Эзард понял, что им пользуются, на нем зарабатывают, а он тратит свое здоровье впустую. Но был и еще один фактор, и он имел значение даже большее, нежели деньги. Напомню, на дворе начала 40-х идет Вторая мировая война. Чемпион мира в среднем весе Тони Зейл работал инструктором на флоте. Чемпион мира в полутяжелом весе Гас Лесневич служил в береговой охране. Из-за этого их чемпионские титулы были заморожены и закреплены за ними до окончания войны. Им разрешалось проводить бои, но титул на кон чемпионы выставлять не могли. О службе в армии Чарльз начал думать еще до своих проигрышных боев. Он уже не хотел драться, потому что в этом не было смысла. Он прекрасно понимал, что в обозримом будущем титула ему не видать, потому что такой масштабный военный конфликт явно не закончится за полгода-год. Да и денег за бои Эзард получал в разы меньше, чем должен был. Когда менеджмент узнал о планах пойти в армию, а Чарльз хотел не просто отслужить на территории США, он собирался в Европу. Они попытались выжать из него последние соки, и Эзард не мог этому сопротивляться. Вот так и были организованы бои против Бивенса и Маршалла, в которых Чарльз побывал на полу больше, чем за все предыдущие бои вместе взятые. Если к Бивенсу он еще хоть как-то готовился, то к бою против Маршалла он не готовился вообще, и вышел только потому, что хотел саботировать контракт, чтобы его команда поняла, что взять с него больше нечего и отпустила. Но перед тем, как отправиться в армию, Чарльз поехал в Лоренсвиль, город, в котором родился. У него не осталось там ни друзей, ни родственников. Он просто хотел навестить и поблагодарить доктора Эзарда, который принимал роды у его матери и в честь которого его назвали. 14 мая 1943 Эзард Чарльз поступил на военную службу. Его отправили на обучение, где ему предстояло освоить следующие навыки – езда верхом на лошади, стрельба из пистолета и винтовки М1 «Гарант». Месячный оклад Чарльза составлял 50 долларов. Как и в случае с боксерскими гонорарами, часть армейской зарплаты Эзард отправлял бабушке. Учитывая, что у Чарльза не было уж очень большой известности, то, что он боксер, знали только несколько его сослуживцев. Как и в школе, Эзард никак не пользовался своими навыками и не показывал этого до определенного момента, когда к ним в часть приехал чемпион мира в супертяжелом весе Джо Луис, готовый поспаринговать со всеми желающими. Чарльз решил, что для него это будет не лучшая идея. От потрясающей армейской диеты он похудел и его вес упал до 72 килограммов, а Луис в то время весил сотню. Но друзья Эзарда все же уговорили его встать в спарринг с чемпионом. Чарльз и Луис провели в ринге три раунда. Луис не хотел прессинговать соперника, который значительно меньше, а Чарльз не хотел провоцировать жесткий ответ. Тем не менее, боксеры все же обменялись умеренными акцентированными ударами. Несмотря на то, что среди соперников Эзарда были боксеры, которые входили в рейтинг супертяжелого веса, о бои за титул в этой категории и тем более о встрече с самим Джо Луисом он даже не думал. Чарльз был средневесом, который хоть и боксировал аж на три дивизиона, но на титул поглядывал только в среднем и полутяжелом весах. 9 марта 1944. Чарльз в составе дивизии прибыл в Оран. Этот алжирский город уже был освобожден силами антигитлеровской коалиции. Чарльз работал водителем грузовика подразделения, занимавшегося снабжением. Он начал учить французский, но особых успехов не достиг, в том числе и потому, что в июне 1944 командование бросило клич о наборе в армейскую боксерскую команду, и Чарльз был включен в ее состав, после чего отправился в Рим, где жил следующие полтора года. Там он провел не менее десятка боев и даже выиграл армейский боксерский турнир. За время пребывания в Италии Эзерт выучил два языка – итальянский и испанский, и это ему еще пригодится в одной довольно забавной ситуации. В январе 46-го он получил увольнение из армии и вернулся домой, в Цинценатте. Там его уже ждали менеджеры и промоутеры, в надежде, что Эзерт возобновит карьеру. И, конечно же, он не мог поступить иначе. Ему всего 24 года, у него уже есть опыт, чемпионские титулы разморожены, можно предпринимать новую попытку покорить вершину. Чарльзу выстроили план в шесть боев за три месяца, пять разминочных, чтобы прийти в себя после долгого перерыва, а шестой – чемпионский. Команда Эзерда предложила чемпиону в полутяжелом весе Гассу Лесневичу 35 тысяч долларов за бой против своего боксера. Лесневич отказался. Они пошли другим путем, предложили бой, но уже за скромные деньги, претенденту номер один в полутяжелом весе Арчи Муру. Мангуст, тогда еще не старый, выступал на ринге уже 11 лет, провел 96 боев, а из 80 побед 62 одержал нокаутом. На протяжении последних семи лет он был в топе сначала среднего веса, а теперь полутяжелого. Но за неимением хорошего промоутера был вынужден драться за очень скромные гонорары против очень сильных соперников. К чемпионским боям его не подпускали. Многие считали сильнейшим полутяжеловесом мира не чемпиона Лесневича, а претендента Мура. Бой против такого боксерского монстра, как Мур – это было экстремальное испытание для Чарльза. Пока Эзерт служил в Италии в 45-м, Арчи нокаутировал Холмана Уильямса, Эрберта Хардвика и Ллойда Маршалла. Все трое из отряда убийц и все трое будут внесены в зал славы, как и сам Арчи Мур. Победа над Муром, который был на ходу и был реально лучшим полутяжем мира, в этой ситуации была бы из области фантастики. Честно говоря, команда Чарльза бросила своего боксера в клетку со Львом. Бой завершился разгромом. На двух карточках счет 9-1, а третий судья вообще поставил 10-0 в пользу Эзерда Чарльза. Записи этого поединка нет, но его описывают как бой, в котором у Арчи Мура не было ни единого шанса. Более того, в восьмом раунде Чарльз отправил соперника в нокдаун ударом по корпусу. Это был шок, но самый большой шок испытал чемпион Гас Лесневич, и чтобы не страдать, он представил, что живет в мире, в котором претендента по имени Эзерт Чарльз не существует. Чарльзу не оставалось ничего, кроме как встречаться с сильнейшими претендентами, и его следующим соперником стал Ллойд Маршалл, которому Эзерт проиграл досрочно три года назад, потому что не готовился. Пока Эзерт был в Италии, Ллойд отметился множеством боев с сильными соперниками, включая победу над бешеным боком Джейком Ламоттой. Ллойд Маршалл неожиданно открыл для себя, что три года назад он дрался не с Эзердом Чарльзом, а с какой-то неудачной копией. В шестом раунде Чарльз нанес удар по печени, после которого Маршалл уже не встал. После возобновления карьеры личным менеджером Чарльза стал Джейк Минс, тот самый, который обозвал Эзерда школьником. А теперь команда Чарльза наняла его в качестве человека, который будет заниматься делами боксера. Минс поехал в Нью-Йорк к менеджеру Джо Луиса Майку Джейкобсу, который был одной из главных фигур бокса тех лет. Тот заявил, пусть побьет Джимми Бивинса, и тогда у меня будет интерес к мистеру Чарльзу. Бой с Бивинсом состоялся в ноябре 46-го. В третьем раунде Чарльз побывал в нокдауне, но в итоге выиграл судейским решением, которое не вызвало вопросов. Два своих поражения Эзерт отквитал. В начале 47-го Чарльз во второй раз побил Бивинса. Самым главным было то, что теперь Чарльз наконец-то получал реально хорошие деньги. Теперь его самый большой гонорар составил 5000 долларов. И эти деньги ему пригодились, когда в Цинцинадте во время одной из вечерних прогулок с друзьями он увидел Гледис Гартрелл, в будущем Гледис Чарльз, но в то время она активно этому сопротивлялась. Гледис участвовала в конкурсе «Кто продаст больше билетов» на одно из местных мероприятий. Эзерт выкупил все билеты, чтобы она победила, но пока что это не помогло. Чарльз не собирался сдаваться, но внимание переключил на карьеру. На горизонте снова появился Арчи Мур, и теперь Мангуст был готов дать отпор. После восьми раундов бой был равным, но в девятом Чарльз отправил Мура в нокдаун, а затем и забрал и финальный раунд, снова выиграв бой. Тем временем Гас Лесневич продолжал жить в реальности, в которой не существует ни Эзерда Чарльза, ни Арчи Мура. Если вы вдруг забыли, то год назад сделка была такой – Чарльз должен победить Бивенса. И тогда Майк Джейкобс подумает над тем, чтобы Эзерт наконец-то вышел на ринг главной боксерской арены мира тех лет – Мэдисон Сквер Гарден. Эзерт свою часть сделки выполнил, и даже перевыполнил, победив Бивенса дважды. В то время Джейкобс немного отошел от дел после микроинсульта, а его сменщик Сол Штраус не просто дал добро на бой Чарльза в МСГ, он сказал, что Джо Луис ищет соперника, потому что драться ему особо не с кем, и если Чарльз докажет, что готов драться с крупными соперниками, то именно он станет соперником Джо Луиса. О таком Эзерт даже помечтать не мог. 25 июля 1947-го Чарльз впервые в карьере провел поединок на арене Мэдисон Сквер Гарден. Его соперником стал претендент номер один в супертяжелом весе Элмер Рей, который перевешивал Чарльза почти на 10 килограммов. Рей долгое время преследовал Джо Луиса и нелицеприятно о нем высказывался. Луис после нападок заявил, что не будет драться с просто из принципа. В карьере Чарльза уже и так хватало сказочных побед, и победа над Реем пошла бы именно в эту копилку. Вот что после боя написал журнал Ринг. Рей был агрессором, но Чарльз был быстрее, лучше как боксер и бил острее. А вот что написало еще одно издание. Человек, который проиграл, был объявлен победителем. Двое судей были так далеко от реальности, что удивительно, какой бой они смотрели. Думаю, вы догадались, в чем дело. Первое выступление на MSG закончилось для Эзерда Чарльза ограблением. Он выиграл бой, один из судей поставил счет 8-2 в его пользу, но двое других отдали 6-4 в пользу Рея. Это, в кавычках, победа не принесла счастья Рею, который так надеялся на бой за титул. Потому что, комментируя итоги боя Чарльз Рей, Джо Луис саркастично сказал, если Рей не смог нокаутировать боксера весом 50 килограммов, то что он будет делать с тем, кто весит 90? Но как насчет Чарльза? Раз уж подавляющая часть боксерского сообщества решила, что он выиграл бой, может тогда встретиться с ним? Но все-таки формально Чарльз проиграл. Поэтому выбор бомбардировщика пал на поединок против претендента Джерси Джо Уолкота. Что касается Чарльза, то после удачно-неудачного выступления в Нью-Йорке, он вернулся в Цинциннатти и продолжил ухаживание за Гледис. И после 7 месяцев она наконец-то согласилась пойти с ним на свидание. В сентябре 47-го Чарльз в третий раз встретился с Ллойдом Маршалом. Напомню, счет у них был 1-1. В решающем поединке Чарльз катком проехался по Маршалу и победил досрочно во втором раунде. Менеджер Эзерда снова сделал предложение чемпиону Гассу Лесневичу, и оно опять было проигнорировано. Тогда Джейк Минс организовал уже третий бой Чарльза с Арчи Муром, после чего обратился в боксерскую комиссию Кливленда с требованием признать бой Чарльза против Мура боем за титул чемпиона, потому что это были реально два лучших полутяжеловеса мира. Лесневич был хорошим бойцом, и он, кстати, является претендентом на попадание в зал боксерской славы, хотя шансы у него не очень большие, но все же есть. Но его откровенное избегание боев против Мура и Чарльза – это факт. Тем не менее, комиссия посчитала, что требования Минса смешны. 13 января 1948 – попытка номер три для Арчи Мура. Мангуст все еще не старый, потому что Арчи было 34 года, избрал тактику выжидания. Он просто ждал ошибку соперника, за которую можно ухватиться. И дождался. В восьмом раунде Мур провалил Чарльза и серьезно потряс его в контратаке. Арчи пошел добивать и, наконец-то, был близок к победе над своим самым неудобным соперником за всю карьеру. Но откуда ни возьмись, вылетел левый боковой, а затем правый боковой, и Мур оказался в нокдауне. Арчи присел на колено, но понимая, что соперник все еще потрясен, сразу же вскочил. Но только для того, чтобы тут же налететь на мощнейший апперкот, после которого Мур смог подняться с настила только через 20 секунд. Да и то при помощи секундантов. Про финальный удар один из журналистов написал «Я услышал треск костей, либо в голове Арчи, либо в руке Эзерда. А может быть и там, и там». Как ни пытался Мур перебирать стратегии против Чарльза, ничего не помогало. Он боксировал агрессивно, умеренно агрессивно, осторожно, сверхосторожно. Но разгадать загадку Эзерда Чарльза он так и не сумел. Да еще и точкой в этом противостоянии стал нокаут. Вторая половина сороковых – это один из лучших отрезков в карьере Арчи Мура. По сути, если и пытаться найти период, когда можно сказать, что это пиковый Арчи Мур, то скорее всего это вторая половина сороковых. В эти пять лет он одержал 8 побед над будущими членами зала славы. У него случались поражения, но все эти проигрыши он в итоге отквитал. В свои лучшие годы, включая годы чемпионства, Мур никому не проиграл больше одного раза, кроме Эзерда Чарльза, который разгромил Мангуста со счетом 3-0. Как вы понимаете, такая победа никак не нарушила сон чемпиона Гаса Лесневича, потому что он точно знал – Эзерда Чарльза не существует. Это все выдумки. Джейк Минс решил, что нужно очень тщательно подбирать соперников. Это должен быть либо соперник с именем, либо соперник, на фоне которого Чарльз будет выглядеть впечатляюще. И следующим соперником в поединке, который состоялся в феврале 48-го, стал чернокожий боец Сэмми Крэндалл, выступавший под именем Сэм Барроуди и входящий в топ-10 полутяжелого веса. За полгода до встречи с Чарльзом Барроуди нокаутировал боксера по имени Ньютон Смит, который после боя скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. После первых пяти раундов боя Чарльз Барроуди было сложно сказать, кто ведет, но начиная с шестого, Эзерт взвинтил темп и взял поединок под свой контроль, после чего происходящее в ринге постепенно перерастало в избиение. В предпоследнем девятом раунде состояние Барроуди было пугающим, но рефери не вмешивался, хотя даже зрители в зале и журналисты начали кричать, что бой нужно останавливать. Не вмешивались и секунданты Барроуди. Менеджер Чарльза Джейк Минс почуял неладное. В отличие от Барроуди, Чарльз впервые дрался в Чикаго, и то, что изможденного, избитого и окровавленного Сэма не снимали с поединка, выглядело уж слишком подозрительно. Минс боялся, что бой дойдет до решения, и у них снова отнимут заслуженную победу. Перед финальным раундом Джейк говорит Эзерду, если можешь его нокаутировать, сделай это. Эзерт сразу же набросился на соперника, и менее чем через минуту после начала раунда Барроуди оказался на настиле. Секунданты подскочили к Сэму, чтобы его поднять, но он был без сознания. Его унесли с ринга на носилках, затем доставили в больницу, где он умер от кровоизлияния в мозг. Точно так же, как бывший соперник Барроуди, Ньютон Смит, полгода назад. После того, как Барроуди в 5 утра умер в больнице, Чарльза арестовали. Правда, формально, наручники на него не надевали и в камере не закрывали. После того, как в участке он подписал гарантию, что останется в Чикаго до тех пор, пока полиция не завершит расследование, его отпустили. Довольно быстро выяснилось, что за пару недель до боя с Чарльзом Барроуди провел неофициальный поединок, в котором он несколько раз был серьезно потрясен и был на грани нокаута, а из носа у него было сильное кровотечение, которое остановили с трудом. Менеджеры Барроуди умолчали об этом поединке, потому что бой с Чарльзом сулил хороший гонорар и был огромным шансом прорваться в элиту в случае победы. Кстати, судейский счет по итогам 9 раундов в поединке Чарльз Барроуди остался неизвестен, что усиливает подозрения относительно манипуляций с карточками судей. В итоге все эти махинации унесли жизнь человека. На следующий день после поединка Чарльз принял решение, что он проведет еще один бой, часть гонорара отдаст семье Барроуди, а после завершит карьеру. Джейку Минцу такая перспектива была не по душе. Он отправился к отцу Сэма Барроуди и попросил его поговорить с Чарльзом, и вот что он сказал Эзарду. «Продолжай выступать и стань чемпионом. Это была ужасная случайность. У нас нет никакой обиды. Не бросай карьеру. То же самое произошло и с нашим сыном в прошлом году, когда один из его соперников умер после боя с ним. Мы знаем и понимаем, что ты чувствуешь. Пожалуйста, измени свое решение и продолжи выступать». Минц взялся за организацию боя против соперника, которого Чарльз точно победит, но с которым можно будет не устраивать рубку. Бой должен был состояться в Чикаго на той же арене. Местные промоутеры заявили, что такой поединок им не интересен, даже с учетом того, что цель боя – собрать деньги для семьи Барроуди. Ничего личного, только бизнес. Минц уже в 25-й раз предложил бой чемпиону в полутяжелом весе Гассу Лесневичу, попытавшись надавить на жалость. Мол, это поединок ради благотворительности. Неужели Гасс не захочет помочь потерявшим сына родителям? Но Гасс и его команда прислали ответ, в котором говорилось следующее. «Мы сожалеем, мы очень хотели бы помочь семье Барроуди, но нам предстоит бой против Билли Фокса. Если Чарльз так хочет помочь, он может провести бой с каким-нибудь другим соперником». Полагаю, многим из вас уже не терпится узнать, все-таки представился ли шанс Эзерду Чарльзу разбить лицо этому Гассу Лесневичу или нет. У этой истории есть развязка, но пока я подержу интригу. Джейк Минц позвонил Элмеру Рэю, в бою с которым на арене Мэдисон-Сквер-Гарден Эзерда Чарльза ограбили судьи. Рэй находился на второй строчке в списке претендентов на поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. На первой был Джерси Джо Уолкотт, который после первого неоднозначного поединка готовился к реваншу с Джо Луисом. Так что вторая строчка Рэя вскоре должна была превратиться в первую. Второй поединок Чарльза и Рэя в целом был похож на первый. Большой хороший боксер мало что мог противопоставить маленькому, но великолепному. По итогам восьми раундов Чарльз уверенно вел поединок, а в девятом одержал победу нокаутом. Эзерт взял убедительный реванш, но самое главное было то, что по сути он стал претендентом на титул в супертяжелом весе. Как и обещал, Чарльз отдал семье Бороуди 5000 долларов. Еще 5000 семье перечислили организаторы боя. С учетом того, что в то время средний доход черного человека составлял 1500 в год, 10000 – сумма внушительная. Через год после этого отец Бороуди подал в суд на Эзерда Чарльза с компенсацией в размере 15000 долларов. Попытка срубить денег на горе, причем в собственном горе, закончилась для семьи Бороуди неудачно, суд отклонил претензию. В июле 48-го титул чемпиона мира в полутяжелом весе потерял всеми нами любимый Гас Лесневич. Он неудачно съездил в Британию и проиграл местному боксеру Фредди Милзу, который был рад сидеть с титулом на островах и ехать в Штаты желанием не горел. И снова титул в полутяжелом весе оказался в недосягаемости. Чарльз попал в число претендентов в 42-м, а на дворе – 48-й. Но тут события развернулись самым неожиданным образом. Джейка Минца позвали навстречу люди, занимавшиеся карьерой Джо Луиса. На встрече, где был и сам Джо, Минц узнал, что Луис собирается завершить карьеру, а дальнейший план такой. Луис покидает бокс, после чего должен быть объявлен бой Эзерда Чарльза против Джерси Джо Уолкота за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Но перед этим Чарльзу нужно было победить Джо Бакси, который в течение пяти лет входил в десятку претендентов на титул в Хэви. Проблема была в том, что Чарльз хоть и сменил категорию, но остался все тем же полутяжем, что и раньше. Он весил 80 килограммов, а Бакси был на 15 килограммов тяжелее. Чарльз встретился с ним в декабре 48-го. Эзерт боксировал очень осторожно, аккуратно разбивая соперника. С каждым раундом рассечения на лице Бакси становились все больше, кровь заливала глаза. В 11 раунде Бакси попросил рефери остановить бой, потому что уже ничего не видел. Это было его первое досрочное поражение. Несмотря на это, публика освистала Чарльза за слишком осторожный бой. Но что должен был сделать Чарльз? Рубиться с Бакси? Это означало бы подписать себе приговор. Его целью был бой за титул чемпиона мира, и на этот раз цель была реальной. Он не мог позволить себе рисковать. Он знал, как победить соперника и делал для этого все необходимое. Эзерт уже давно думал о бое за титул в среднем или полутяжелом весах. Чемпионский бой в супертяжах он даже не рассматривал. То, что он оказался в хэви, стечение независящих от него обстоятельств. С критикой на Чарльза обрушилась пресса. Один из журналистов написал, Эзерт еще не доказал, что является правильным претендентом на титул. Эзерт уже победил первого, пятого и шестого номеров рейтинга. Какие еще доказательства нужны? Но прессу было не остановить. Эзерта как-то спросили по поводу того, что он думает о бое против Луиса. Чарльз ответил, «Для нас, обычных ребят, Джо всегда будет чемпионом. Драться с Луисом – это как драться со своим отцом. Так что если бы у меня был выбор, то я лучше бы с ним не встречался». Эзерт просто честно ответил на вопрос, потому что Луис был для него героем. Но журналисты использовали эти слова против него. Теперь пресса трубила о том, что Чарльз боится Луиса. Либо же Эзерт сумасшедший, потому что только сумасшедший не захочет провести бой против Джо Луиса, потому что на кону стоит чемпионский пояс и большие деньги. Журналистам даже в голову прийти не могло, что Чарльз все еще оставался тем самым скромным и застенчивым мальчиком из трущоб Цинценатти, который идеализировал Джо Луиса с самого детства. В доказательство того, что Чарльз – правильный претендент, Минц организовал ему бой против Джонни Хейнса, который был на 10 сантиметров выше и на 16 килограммов тяжелее. Чарльз нокаутировал его в восьмом раунде, но бой все равно провел осторожно, аккуратно разбирая соперника на запчасти, прежде чем добить, за что снова удостоился критики. Эзерт бил супертяжей, не оставляя им шансов, но пресса твердила, что он неправильный претендент. Минц начал думать о том, что теперь нужна большая победа, нужен бой, который привлечет много внимания. И тут подвернулся не идеальный, но очень хороший вариант. Третий бой против Джоуи Максима, которого Чарльз дважды победил в 42-м, 7 лет назад. С тех пор многое изменилось, теперь карьеру Джоуи вел Джек Кернс, бывший менеджер легендарного Джека Демпси. Кернс был большой знаменитостью, и уже одно только это подняло карьеру Максима на новый уровень. Несмотря на то, что Джоуи был полутяжем, он периодически дрался с боксерами из топ-10 супертяжелого веса, а в прошлом поединке победил Джимми Бивинса. Вишенкой на торте было то, что Максим, как и Чарльз, жил в Огайо. Для их поединка предоставили недавно построенную арену Cincinnati Garden, на которой собралось 14 тысяч зрителей, а доходы от продаж билетов принесли 72 тысячи долларов. Бой посетил Джо Луис, который сказал, что встретится с победителем. Эзерт выиграл первые раунды, но начиная с пятого Максим создал проблемы своим джебом. Настоящее имя Джоуи – Джузеппе Антонио Берардинелли. После того, как Джек Кернс сказал, что Джоуи выбрасывает серии джебов так, будто стреляет из пулемета Максима, боксер взял себе псевдоним. И да, правильно говорить, не пулемет Максима, а пулемет Максима, потому что именно так звучит фамилия его создателя. Так вот, Джоуи со своим пулеметом в какой-то момент выглядел так, будто намерен сорвать планы. Но бой был 15-раундовым, и Чарльз лучше распределил свои силы по дистанции. Максим взял слишком высокий темп, и в последней трети Чарльз прибрал бой к своим рукам, победив решением. Если не считать ограбление в первом бою против Элмера Рея, то с момента возвращения из Европы за три года Эзерт Чарльз выиграл 30 боев из 30. Он дрался чуть реже, чем раз в месяц. За это время он побил претендентов из супертяжелого веса, которые годами ходили, выпрашивая бой с Джоуи. На этом фоне представители прессы, которые говорили в адрес Чарльза «неправильный претендент», выглядели как стая гиен. Но все эти брызгания желчи уже не имели значения. На следующий день после боя Чарльз Максим, Джо Луис объявил о том, что он оставляет титул чемпиона мира вакантным. И оспаривать его будут Джерси Джо Уолкотт и Эзерт Чарльз. 1949 год стал переломным в боксерском бизнесе. До этого момента контроль над супертяжелым весом принадлежал менеджеру Джо Луиса Майку Джейкобсу. Но в 1946 произошло два события. Джейкобс перенес микроинсульт, а также предъявил своему боксеру, Джо Луису, счет на 250 тысяч долларов за свои менеджерские услуги в период войны. Луис, которого в то время уже начала преследовать налоговое, явно этому не обрадовался. Отношения стали портиться, и Джо нашел себе новых бизнес-партнеров. В 1949 Джейкобс в силу здоровья отошел от дел, а главным действующим лицом в боксе стал международный боксерский клуб Нью-Йорка, сокращенно IBC. Основателями стали бизнесмены Джим Норрис и Артур Вирц. Партнером и консультантом стал Джо Луис. Тогда этого еще не было известно, но в руководство IBC входил и еще один человек. Звали его Фрэнки Карбо, бывший наемник корпорации убийств. Итала еврейская преступная организация, которая ликвидировала неугодных мафии людей. В общей сложности на счету этой организации около тысячи заказных убийств с 1929 по 1941, и как минимум 8 из них привел в исполнение Фрэнки Карбо. В конце 40-х Карбо уже поднялся по криминальной лестнице, вошел в индустрию большого бокса, а вскоре стал теневым руководителем IBC. В 50-х Карбо станет менеджером боксера по имени Чарльз, которого боксерский мир узнает под именем Санни Листон. А пока Санни учился боксировать, отбывая срок в тюрьме, Фрэнки Карбо наблюдал за тем, как один из его главных помощников Эл Вайль занимается карьерой молодого и перспективного супертяжеловеса итальянского происхождения по имени Рокку Фрэнсис Маркиджано, более известного как Рокки Марчано. Но все это было чуть позже, а пока у нас на дворе 1949. Эзерт Чарльз готовится к бою против Джерси Джо Уолкота за титул чемпиона мира. Джерси Джо Уолкот был таким же выходцем из бедной семьи, как и любой боец тех лет, независимо от цвета кожи. Его настоящее имя Арнольд Реймонд Крим, но начав карьеру, он взял себе имя Джо Уолкот в честь любимого боксера. Но чтобы не путали, поставил впереди приставку в виде названия родного штата Джерси. Резко повзрослеть Джерси Джо пришлось в 15 лет, когда умер его отец. В 17 лет Джо познакомился с тренером по имени Джек Блэкборн. Многим из вас это имя покажется очень знакомым, сейчас все поймете. Блэкборн взял Уолкота под крыло, но вскоре к нему обратились два старых знакомых, Джон Роксборо и Джулиан Блэк. Они хотели, чтобы Блэкборн начал тренировать молодого боксера-любителя по имени Джо Луис. Уолкот должен был поехать с Блэкборном, но заболел брюшным тифом. Это вывело его из строя, и о боксе на время пришлось забыть. Легенда гласит, что Блэкборн обещал сделать из Уолкота чемпиона, но это не очень похоже на правду, потому что, когда Блэкборну предложили работать с Луисом, изначально он отказался, сказав, что в работе с черным боксером нет смысла, потому что перспектив нет. Со времен Джека Джонсона черных к титулу в супертяжелом весе больше не пускали, но Блэкборну предложили неплохие деньги, а поскольку его лучшим другом была выпивка, из-за чего карманы опустошались быстрее, чем хотелось, Джек согласился. Так что тяжело поверить в то, что Блэкборн обещал Уолкоту, что сделает из него чемпиона мира. Обещал тренировать его и выжимать максимум, вот это уже больше похоже на правду. Но неудачное стечение обстоятельств оставило Уолкота на произвол боксерской судьбы, а Блэкборн больше не вспоминал о своем бывшем подопечном. Есть слухи о том, что он как-то раз пригласил Уолкота для спаррингов с Луисом, и Джерси Джо уж слишком рьяно пытался показать себя в спаррингах, за что был изгнан из зала. Но ни Луис, ни Уолкот, ни Блэкборн об этом ни разу не упоминали. Реальную карьеру Джерси Джо начал в 31 год, когда у него за плечами было уже более 40 боев. Официальных, вместе с неофициальными, могло быть в полтора-два раза больше. Точно уже никто не знает. Судьба Уолкота – это пример того, что происходит с боксером, когда у него нет серьезного менеджера, и он развивается сам по себе, абы как. Перед боем с Джо Бакси, 31-летнего Джерси Джо Уолкота впервые в жизни послали в серьезный тренировочный лагерь, где он не только тренировался, но еще и питался как человек. Результаты не заставили себя долго ждать. Такие чудеса в жизни Уолкота произошли благодаря человеку по имени Феликс Бокиккио. Когда-то давно Бокиккио подозревался в убийстве, занимался грабежами, сидел в тюрьме, пытался совершить побег. Затем Феликс плотно осел в сфере азартных игр и довольно высоко поднялся, став одним из самых влиятельных людей штата Пенсильвания. Затем он заинтересовался боксом. Как-то раз на глаза ему попался Джерси Джо Уолкот, и Бокиккио с удивлением узнал, что у этого талантливого боксера нет спонсоров. Феликс в него вложился, и после этого всего за два года Уолкот добрался до чемпионского поединка против Джо Луиса. В первом бою Уолкота рассматривали как явного аутсайдера, и шансов на победу ему просто не давали. Джерси Джо, как и Луис, родился в 1914, им обоим было по 33 года. Но только Луис уже 12 лет был элитой супертяжелого веса, и 10 лет стоял на вершине дивизиона. А карьера Уолкота попала в зону радаров только два года назад. Многими он так и воспринимался. Боксер, который начал полноценно выступать только пару лет назад. Про него говорили, что человек, который полноценно взялся за бокс только в 31 год, вряд ли годится в чемпионы. Джерси Джо уже в первом раунде принялся доказывать обратное. Луис излишне самоуверенно пошел на претендента и оказался на полу. Уолкот был очень изворотлив и хорошо чувствовал соперника. И это привело к тому, что в четвертом раунде чемпион снова пощупал настил пятой точкой. У Луиса тоже были успехи, но в этот вечер соперник был лучше. Сразу после гонга Луис попытался покинуть ринг, но команда его остановила. Своё выступление он назвал второсортным и не стал отрицать предположение о том, что он хотел уйти с ринга, потому что думал, что проиграл. Но его команда предусмотрительно вернула его обратно и оказалось, что не зря, потому что судьи отдали победу Луису. Из журналистов у ринга 26 отдали победу Луису, 61 – Волкоту. Реванш состоялся полгода спустя, в июне 48-го. Волкот снова уронил чемпиона. Это произошло в третьем раунде. После 10 раундов Джерси Джо вёл на двух карточках из трёх, но в 11-м заигрался и пропустил. После поражения во втором бою с Луисом Волкот взял паузу. Он уже знал, что является главным претендентом на титул, поэтому не хотел рисковать и просто ждал своего часа. 22 июня 1949 года. Чикаго. Бой за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе. Но на кону стоял титул только Национальной боксёрской ассоциации. Напомню, что в те годы для звания абсолютного чемпиона мира требовалось признание трёх организаций – уже упомянутой NBA, Атлетической комиссии штата Нью-Йорк и американского журнала Ring. Я уже отмечал это в прошлых исторических фильмах, но скажу ещё раз. Если кто-то скажет вам, что сейчас титулов много, а вот раньше был только один, по этой фразе вы сможете сразу понять, что с историей бокса человек знаком плохо. Продажи билетов принесли 245 тысяч долларов. Ещё 35 тысяч принесла продажи телевизионных и радиоправ в сумме 280. Доля боксёров составляла по 25 процентов, то есть каждый получил по 70 тысяч долларов. Чтобы вы понимали, сколько это, средний годовой доход на семью в 1949 в Штатах составлял 3 тысячи. Джерси Джо был крупнее Эзерда и на взвешивании показал 89 килограммов. Чарльз был на 6,5 килограммов легче – 82,5. Напомню, что в те времена не было крузеров, и супертяжи стартовали с отметки 79,4. К сожалению, сохранились только 14-й и 15-й раунды этого поединка. Чарльз в полностью светлых шортах, а на шортах Волкота – чёрный пояс и чёрные вертикальные полосы по бокам. После шести раундов бой был равным, но в седьмом Чарльз серьёзно потряс Волкота, и окончание боя казалось вопросом нескольких ударов и нескольких секунд. Но Эзерт не пошёл на добивание. Происходящее в двух последних раундах отражало то, что было как раз после того эпизода в седьмом. Чарльз на классе контролировал бой, а Волкот как будто не мог отправиться от потрясения. Сомнений в победе Чарльза не было, но что же судьи, иногда они преподносят сюрпризы. Не в этот раз. Эзерт Чарльз – новый чемпион мира в супертяжёлом весе. А сейчас смотрите на верхнюю правую часть экрана. Теряющий сознание человек – это менеджер Эзерда Джейк Минс. Но это был театр. Три других менеджера Чарльза, которые в своё время помогли Эзерду, но последние лет пять не делали никакой работы, а только получали свой процент, уже были готовы выскочить на ринг, чтобы сфотографироваться с чемпионом. Минс, который по сути вёл карьеру боксёра в одиночку, придумал вот такую сцену, чтобы отвлечь внимание. И ему это удалось. Ни одной фотографии с другими менеджерами Чарльза сделано не было. Тем не менее, в команде Эзерда царила атмосфера праздника. Но радовались только они. Уж слишком осторожно новый чемпион провёл поединок. Уже после боя Эзерт сказал, что не хотел рисковать. Он слишком долго шёл к этому моменту. До выхода на чемпионский бой за его плечами было уже 68 боёв. Ровно половина из которых это поединки против бывших или будущих чемпионов и соперников из топ-10. Просто представьте, чтобы наконец-то дойти до чемпионского боя, нужно было перебить 15 претендентов из топ-10 в трёх разных весах. Причём некоторых по 2-3 раза. Если бы Чарльз допустил ошибку и нарвался на один из тех ударов, от которых падал Джо Луис, то все мечты о чемпионском титуле были бы разрушены. Осторожному Чарльзу уже вряд ли дали бы второй шанс. Это стало понятно, когда сразу после боя из критики образовалась цунами. Недовольство Чарльзом выражали все, включая Джо Луиса. После финального гонга Луис, который сидел в четвёртом ряду, выглядел так, будто он только что понюхал тухлую рыбу. Упущенная Чарльзом возможность нокаутировать Волкота оскорбила его как промоутера и как лучшего нокаутёра в истории супертяжёлого веса. В разговоре с находящимся рядом журналистом Джо сказал, ему следовало продолжить атаковать Волкота. Если бы он это сделал, он победил бы нокаутом. Я бы сделал именно так. Я его не отпустил бы. Бой Чарльз Волкот был представлен как чемпионский, а на деле это было оскорбление для дивизиона номер один в боксе. Джо Луис, безусловно, имел право высказать своё недовольство, но только был один очень важный нюанс. Луис был настоящим супертяжем, и он значительно крупнее Чарльза. Помните, я сказал, что супертяжеловесу нужно обязательно превышать отметку в 79,4? Так вот, у Чарльза были с этим проблемы. Временами он снижал нагрузку по ходу лагеря за счёт отказов от спаррингов, потому что его вес опускался ниже 80 килограммов. Если бы на официальном взвешивании он встал на весы и показал, скажем, ровно 79, его не допустили бы до боя. Подкладывал ли он себе что-то в шорты или выпивал как можно больше воды перед взвешиванием, а может быть делал и то и другое, остаётся тайной. Но в некоторых боях Эзерт не выглядел на тот вес, который показывал на взвешивании. То, что Чарльз даже близко не является супертяжем, было очевидно, когда Эзерт пересекался с другим легендарным боксёром Шугаром Рэем Робинсоном. А ведь в 1949-м Шугар Рэй дрался в полусреднем весе в лимите 66,7. Слева на фото чемпион в полусреднем весе, а справа в супертяжёлом. Как вам такое? По современным меркам, это разница в 6 весовых категорий. И почти в 25 килограммов. Эзерт был бы счастлив драться в полутяжах или даже в среднем весе. Но никто ему не давал этого делать. Судьба завела его в супертяжёлый вес. Он подчинился и добился того, чего хотел. Здесь. Боксёру его таланта было без разницы где. Только дайте шанс. И теперь отказываться от славы чемпиона мира в королевском дивизионе, а также от денег, которые к этому прилагались, Эзерт не собирался. Соперники и функционеры сами привели его сюда. И если им что-то не нравилось, это была не его проблема. Они годами его игнорировали, а теперь ждали, что он должен поставить на кон своё здоровье. Он и так уже потратил немало здоровья, встречаясь с самыми опасными соперниками своего времени по несколько раз. Ждать от боксёра, который мог бы без особых проблем драться в среднем весе, того, что он будет рубиться с соперниками, которые значительно превосходят его в габаритах и массе, было бы глупо. Тем не менее, шквал критики всё же задел Чарльза. Через несколько дней на официальном вручении чемпионского пояса один из репортеров спросил Эзерда, каково это быть чемпионом в супертяжёлом весе. «Я больше радовался, когда выиграл золотые перчатки. Я не чувствую себя чемпионом, потому что люди говорят о других боксёрах. Когда я побью их всех, тогда, возможно, я буду чувствовать себя иначе». Но всё же Чарльза критиковали не везде. В Цинциннате он вернулся героем. 17 лет назад по улицам этого города вот так на машине ехал чемпион Кит Чоколад, тем самым вдохновив на занятия боксом мальчика, который в итоге реализовал мечту и теперь уже его самого везли на автомобиле в статусе чемпиона мира в самой популярной и престижной весовой категории. За рулём автомобиля, на котором везли Чарльза, была женщина. В какой-то момент она растерялась и наехала на трёх зрителей, среди которых оказался шериф города. Чуть позже шериф подаст в суд на Эзерда, требуя компенсацию в размере 24 тысяч долларов. Суд жалобу отклонил, потому что за рулём находился не Чарльз. Первая защита состоялась всего через 49 дней после завоевания чемпионского титула. Это рекорд за всю историю супертяжёлого веса. Это самый короткий временной промежуток между завоеванием титула и первой защитой. Соперником Чарльза стал, вы даже не представляете кто. Гас Лесневич, экс-чемпион в полутяжёлом весе, который годами бегал от Чарльза. Эзерт был недоволен. Почему он должен давать шанс этому человеку, если ещё несколько лет назад Лесневич не видел в Чарльзе достойного соперника? Но у недовольства Чарльза была и ещё одна подоплёка. История, о которой редко вспоминают, потому что она бросает тень на карьеры сразу нескольких боксёров, включая, конечно же, Лесневича. В ноябре 1947-го состоялся поединок между бешеным боком Джейком Ламоттой и весьма посредственным боксёром по имени Билли Фокс. К удивлению публики и боксёрской общественности, Ламотта проиграл бой нокаутом в четвёртом раунде. Проигрыш Ламотты выглядел очень сомнительно. Джейка вызвали на допрос по подозрению в договорном поединке. Он заявил, что незадолго до боя у него заболела селезёнка, но он скрыл это от комиссии, потому что не хотел срыва боя. Комиссия ему поверила, остальные нет. Уж слишком картинно он сдался. 13 лет спустя того боя, уже завершивший карьеру Ламотта, признался, что он сдал бой. Взятку он получил от Блинки Палермо, компаньона Фрэнки Карбо. Это видео с заседания 1960-го года по делу об организации договорных поединков. Главные фигуранты дела – Фрэнки Карбо и Блинки Палермо. Одним из главных свидетелей был бывший чемпион мира в среднем весе Джейк Ламотта. Я получил предложение в размере 100 тысяч долларов, чтобы проиграть Билли Фоксу. И я его отклонил. Я сказал, что я заинтересован только в чемпионских боях. Мне сказали, что это можно устроить. Чемпионский бой можно сделать. И я слышал это на протяжении пары недель. Пока я тренировался, я получил травму. Я пошел к доктору, чтобы он меня обследовал. И выяснилось, что у меня проблема с селезенкой. И он сказал, что мне нельзя драться. Но я сказал, что я все-таки буду драться. Но в итоге я понял, что я не смогу выиграть бой. И тогда я сказал им, что я проиграю Билли Фоксу. Если мне гарантируют бой за титул чемпиона мира. Кстати, одним из тех, кто общался с Блинки Палермо, был Шугар Рэй Робинсон. Правда, Рэй всеми силами пытался избегать подобных контактов. Но в те годы сделать это было невозможно. И с этим связана очень интересная история противостояния Робинсона против Джейка Ламотты. Когда Рэй готовился к первому бою против Ламотты, ему позвонил Фрэнки Карбо. Он хотел договориться с Рэем о том, чтобы он провел с Ламоттой два боя. Каждый одержал бы по одной победе. А затем они встретились в третий раз. Официальная версия гласит, что Рэй Робинсон отказался. Но если мы посмотрим на его противостояние с Ламоттой, то увидим довольно интересное развитие событий. В первом бою Робинсон выиграл в доминирующем стиле, играясь с Ламоттой, как искусный Матадор с быком. Но во втором бою с Ламоттой Рэй почему-то начал рубиться. И проигрывая бой, он не стал менять стратегию. Он просто продолжал драться так, как удобно Ламотте. И в восьмом раунде улетел за канаты, а в итоге проиграл разгромным решением. В третьем бою Робинсон, хоть и побывал в нокдауне, уверенно выиграл бой решением судей. По сути, снова разгромив Ламотту. Согласитесь, ситуация довольно странная, когда боксер сначала громит соперника, потом разгромно ему проигрывает, а потом снова громит. Через какое-то время Робинсон и Ламотта встретились в четвертый раз. Из десяти раундов Ламотта выиграл только один. Затем боксеры встречаются в пятый раз. Робинсон уверенно проводит начало боя, снижает темп в середине, а последние три раунда вообще просто бегает от Ламотты, за что публика начала Рэя освистывать. В итоге судьи отдают Робинсону победу раздельным решением. С учетом того, что карьерой Ламотты занимался Карбо, который выходил на связь с Робинсоном, на всю эту ситуацию очень интересным образом ложится вот этот комментарий. «Мы знаем непосредственно от Робинсона, что неоднократно представители мафии выходили с ним на связь и говорили, мы не хотим, чтобы ты сдавал бой, просто будь аккуратен с таким-то соперником, проведи с ним все раунды, не нокаутируя. Мы хотим сделать ставку, что бой пройдет всю дистанцию». Во второй половине пятого боя Рэй Робинсон делал все, чтобы поединок прошел всю дистанцию. О досрочной победе над Бешеным Быком Робинсон добился в шестом бою, который прозвали «Резня в день Святого Валентина». Но вернемся к Ламотте и Билли Фоксу, которому Джейк проиграл специально. Догадаетесь, на кого вышел Билли Фокс благодаря своей купленной победе над Ламоттой? Правильно, на Гасса Лесневича, который в то время владел поясом в полутяжелом весе, а претендентом номер один был Эзерт Чарльз. Лесневич нокаутировал Фокса в первом раунде, и это была их вторая встреча. Первая состоялась годом ранее. Гасс победил Фокса нокаутом в десятом раунде, и это был единственный титульный бой Лесневича в 47-м. А по итогам того года он получил звание «Боксер года». Хотя как минимум три боксера сделали в том году больше, чем Гасс. Именно поэтому Чарльз был настолько возмущен тем, что его заставляют драться с Лесневичем. Его самого не подпускали к бою за титул, пока обладатель этого титула Лесневич дрался с претендентом, который стал таковым благодаря купленному бою. Тогда этого еще никто не знал точно, но исходя из того, как картинно сдался Ламотта, уже тогда все были уверены, что он сдал этот бой. Но поскольку у Чарльза был контракт с IBC, и эта же контора занималась делами Лесневича, пришлось подчиниться. Тем временем пресса продолжала атаковать Чарльза, обвиняя его в том, что он безударный, да и вообще в чемпионы не годится. На что Эзард ответил. «Возможно, они правы. Я не буду с ними спорить. Пусть за меня, говорит мой послужной список. Я не Джо Луис. Джо Луис всего один. Если представители прессы увидели несколько моих боев, в которых я не выглядел сенсационно, это не означает, что у меня нет права считаться чемпионом». Было бы красиво, если бы Чарльз буквально наказал Лесневича за откровенное игнорирование на протяжении стольких лет. И Чарльз это сделал. В этом бою он наглядно показал, почему Лесневич избегал боя. После семи раундов лицо Лесневича превратилось в кровавое мессиво, и его команда сняла его с боя, который стал последним в карьере. Отправку Лесневича на пенсию пресса в счет не приняла. Вместо этого СМИ писали, что боксер по прозвищу Кобра из Цинценати просто лучший из худших, а нового Джо Луиса на горизонте не видно. Поэтому промоутеры Эзерда решили отправить его в Калифорнию для боя с популярным местным боксером Пэтом Валентино, который занимал восьмую строчку рейтинга. На арене собралось почти 20 тысяч зрителей, а продажи билетов принесли 158 тысяч долларов. Гонорар Чарльза – 43 тысячи. Средняя цена дома с тремя спальнями в то время составляла около 8 тысяч долларов, а средняя цена на автомобили марки Форд была примерно 1800. Когда Чарльз вышел на ринг перед началом боя, местная публика его освистала. Более того, в ринг чемпион вышел первым, а не вторым, как полагается по протоколу, и объявлен тоже был первым. Поединок против Валентино – это уже пятый бой за 8 месяцев, и Чарльз выглядел не столь ярко, как против Лесневича. Он позволял Валентину подойти на удобную для него ближнюю дистанцию. Благодаря чему у Валентино появлялись хоть какие-то шансы. Но на ближний Чарльз ориентировался лучше Бернарда Хопкинса, поэтому в конечном итоге больших успехов претендент не добился. Когда Валентино уже заметно подустал, Чарльз решил, что пора бы уже ответить калифорнийской публике, которая так скверно его принимала. В восьмом раунде при помощи двухударной комбинации он отправил местного героя отдохнуть. Нокаут пришелся кстати, потому что на карточках двух калифорнийских судей Эзерт проигрывал бой, хотя в том поединке из семи полных раундов он проиграл в лучшем случае два. После боя Эзерт узнал, что его менеджеры из Цинценатти, те самые, которые уже ничего не делали, но хотели получать процент от гонораров, подали на него в суд. Размер иска 43 тысячи долларов, как раз гонорар в бою с Валентино. Джейк Минс обратился к Тому Тенносу, который помогал Минсу в ряде бизнес-вопросов. И Теннос согласился выплатить трем менеджерам из Цинценатти компенсацию в размере 60 тысяч долларов, чтобы те отказались от своей доли в карьере Эзерда Чарльза. На удивление это сработало. После двух защит Минс решил, что нужно взять паузу и устроить турне из показательных боев. Хороший заработок при минимуме усилий. Но в середине тура Чарльз травмировал руку, и оставшиеся поединки пришлось отменить. Пока Эзерт восстанавливался, 30 декабря 1949 он женился на Глэдис. Свадьбу Эзерт предпочел держать в строжайшем секрете. Это была его личная жизнь, и он не хотел, чтобы кто-то ее обсуждал. При этом после свадьбы Эзерт продолжил жить вместе с бабушкой, а Глэдис жила со своими родителями. Чарльзу было так удобнее с точки зрения концентрации на своей карьере. Глэдис это приняла. Тем более, финансовое обеспечение своей супруги и ее родителей Чарльз взял на себя. Кстати, мама Эзерда к тому времени вернулась из Нью-Йорка, потому что ей уже не нужно было работать изо всех сил. Теперь ее обеспечивал сын. Нужно сказать, что Эзерт обеспечивал вообще всех своих родственников, включая сестер и братьев своей матери. Кормил он в общей сложности человек 20, причем кормил сытно. Несмотря на всю критику со стороны прессы, по итогам 1949 журнал «Ринг» назвал Эзерда Чарльза «боксером года». Следующим соперником Эзерда стал девятый номер рейтинга Фредди Бешер. Бой с ним переносился несколько раз в силу разных причин, и это не так важно для общей истории. Главное, что пока Эзерт готовился к бою с Бешером, за кулисами начала распространяться информация о том, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джо Луис готовится вернуться на ринг. В последний раз он дрался полтора года назад, в середине 48-го, однако с тех пор активно выступал в показательных боях. Более того, в 49-м он трижды встретился с Элмером Реем, потому что Рею так и не удалось встретиться с Луисом в официальном бою, поэтому доказывать свое превосходство он пытался в показательном. В итоге в третьем поединке все закончилось тем, что Луис нокаутировал Рея, а ведь чуть больше года назад Рей был первым претендентом на титул. Луис регулярно побеждал в показательных боях нокаутами. Одного из соперников даже отправили в больницу, а Джо потом оплачивал ему лечение. Так что спортивную форму экс-чемпион поддерживал. К тому же в декабре 49-го Луис провел выставочный поединок против Пета Валентино, с которым за два месяца до этого дрался Чарльз. Луис играючи провел бой и нокаутировал Валентину в восьмом раунде. Вот так выглядел улетевший за канаты Валентино. Согласитесь, по его лицу не скажешь, что он принимал участие в показательном поединке. Скорее, в показательном избиении. Излишне серьезное отношение Луиса к выставочным боям было заметно настолько, что следующий соперник, входящий в топ-10 Ли Оума, отказался проводить с Луисом поединок. Луис отрицал возвращение, но когда он это делал, работа над его возвращением уже шла полным ходом. На самом деле, уход из бокса не был уходом в полной мере. Джо хотел драться, и как признался чуть позже, он чувствовал себя не в своей тарелке, когда смотрел бой Чарльз Волкотт, потому что боксеры разыгрывали его титул. Это потом уже станет известно, что IBC заплатила Джо Луису 150 тысяч долларов за то, чтобы он на время отошел в сторону. А потом вернулся и встретился с новым чемпионом. На дворе был июль 1950-го. Луис хотел бой в декабре. Глава IBC Джим Норрис настаивал на бою в сентябре. Во-первых, на столе уже лежали деньги от радио и телевидения, и ждать до декабря никто не хотел. Во-вторых, всей кампании было выгоднее, чтобы победил Джо Луис. Это поставило бы мир бокса с ног на голову. Ушедший великий чемпион заскучал на пенсии, и теперь он снова на ринге, чтобы вернуть то, что принадлежит ему по праву. Вернуть то, что он не терял в бою. Согласитесь, красиво. Делать вид, что ты ушел из бокса и вернуться в самый подходящий момент, наделав много шума, это не Флойд Мэйвезер придумал. Это было придумано давно. Еще во времена Джека Демпси и Текса Риккорда. Все остальные уже просто копировали рабочую схему. Более того, еще ни один боксер в истории супертяжелого веса после потери титула не смог его вернуть. Если Джо Луис сделает это, то он станет первым. Так что в победе Луиса были только плюсы. Назначенный на сентябрь бой был не очень удобен Луису, но Чарльзу он был неудобен еще сильнее. Поединок с Луисом планировали на 27 сентября, а бой с Фредди Бешером Чарльз должен провести 15 августа. То есть после поединка с Бешером у Чарльза не останется времени на отдых и будет всего 6 недель на то, чтобы подготовиться к бою против Луиса. В тот момент, когда Эзерт вышел на бой против Бешера, Луис уже был в тренировочном лагере и готовился к бою с Чарльзом. Эзерт сделал все, чтобы не получить урон в поединке с Бешером. Он боксировал невероятно осторожно, не подпуская к себе соперника, чтобы тот не нанес ему тяжелый удар, рассечение или любую другую травму. Но такая осторожная манера привела к тому, что Чарльзу пришлось провести в ринге 14 раундов. Бой был остановлен за 7 секунд до конца предпоследнего раунда. На момент остановки Чарльз лидировал с огромным отрывом по очкам. После того, как Чарльз разобрался с Бешером, Эзерт и Джо Луис поставили подписи на контракте. Впервые в истории супертяжелого веса претендент получил больше чемпиона. Гонорар Луиса составил 100 тысяч, Чарльз получил 57 тысяч. Пресса уже по привычке рвала Эзерда на части и предрекала ему, что с таким боксом против Джо Луиса он долго не протянет. И такие статьи нравились всем. Публика была в экстазе от новостей о возвращении героя. А уж если специалисты прогнозируют ему победу, вообще отлично. На фоне гиганта Луиса шансы Чарльза выглядели призрачно, но это было очевидно. Величайший супертяж в истории, пусть даже немного сбавивший обороты, будет драться с полутяжеловесом, который все еще был в состоянии уложиться в лимит среднего веса. К прессе, которая прогнозировала Луису победу, подключились и боксеры, причем разных эпох. Джо Луису понадобится два раунда, чтобы разогреться, а потом еще два раунда, чтобы нокаутировать Чарльза. Если величайшим боксером в истории не является Джек Демпси, тогда это Джо Луис. Нет вообще никаких причин считать, что он не сохранил мастерство и мощь. Эзерт Чарльз – самый недооцененный боксер из всех, что я знаю. Шансы Эзерда, мне кажутся очень хорошими, но было бы предательством выбрать победителем кого-то, кроме Джо Луиса. Все эти комментарии даже немного раззадорили всегда тихого и не желающего делать громкие комментарии чемпиона. Поэтому Эзерт решил немного поиграть с прессой, а заодно и показать, что он не дурак и хорошо понимает, этот бой сделан только для одной цели – чтобы Джо Луис вновь стал чемпионом. Тем более, атлетическая комиссия штата Нью-Йорк и журнал Ring Magazine, которые до этого момента не признавали Чарльза чемпионом, объявили о том, что они выставляют свои пояса на кон поединка Чарльз Луис. То есть теперь это не просто бой за титул чемпиона мира по версии NBA, теперь это бой за звание абсолютного чемпиона мира. И этим чемпионом должен стать Джо Луис. «Я планирую порубиться с Джо, я не боюсь его. Возможно, я могу его перебоксировать, если захочу. Но, честно говоря, я еще не решил, как будет лучше поступить. Мне дали титул в аренду, а теперь хотят его забрать. Поэтому я должен нокаутировать Луиса, чтобы показать, что сделать такое со мной не получится». Над этими словами только лишь посмеялись. Этот наглец еще и рассуждает о том, в каком стиле он победит самого Джо Луиса. В команде Эзерда произошло весьма интересное усиление, которое с точки зрения статистики играло против него. В качестве еще одного тренера был приглашен Рэй Арсел, будущий член Зала Славы. Однако у Арсела была не очень хорошая репутация, потому что он работал со многими боксерами, которые проиграли Джо Луису. Как тренер, Арсел не выиграл у Луиса ни разу. Как-то раз перед одним из поединков, увидев Арсела далеко не в первый раз, Луис сказал «Снова ты?». Из-за того, что боксеры Арсела проигрывали Луису один за другим, Рэю дали прозвище «Вагон с мясом», имея в виду, что он как вагон, который большими объемами возит мясо для Джо Луиса. Прозвище обидное, но мясом Эзерт себя не считал. В его лагере был человек, годами изучавший Джо, и в данный момент это то, что нужно. Финальный прогноз на бой от самого Луиса звучал так «Чарльз хороший парень, но я полагаю, что при помощи своего опыта я доберусь до него и нокаутирую». Если у кого-то и были сомнения в победе Джо Луиса, то они отпали после этих слов, а также сообщение о том, что медицинское обследование в атлетической комиссии показало, что форма Джо Луиса лучше, чем в его прошлом бою против Джерси Джо Уолкота, которого Луис нокаутировал. На арене Янки Стадиум собралось 22 тысячи зрителей. Общий доход от боя, билеты плюс теле и радио права составил 350 тысяч долларов. В первых рядах присутствовало множество знаменитостей из мира спорта, кино и музыкальной индустрии, включая Фрэнка Синатру, одного из главных поклонников Джо Луиса. При всем уважении к Фрэнку и тому, как он в семидесятых помогал Джо Луису деньгами, перед этим боем Синатру вел себя не самым приятным образом. Ему откровенно не нравился стиль Чарльза и Фрэнк придумал шутку. Каждый раз, когда журналисты видели его с новой подругой и просили представить ее, он отвечал – это Эзард Чарльз. Самого Эзарда подобные вещи не выводили из равновесия. Выходя на бой всей своей жизни, он был невероятно спокоен и уверен настолько, что после старта он ворвался на ближнюю дистанцию и атаковал корпус соперника, а потом добавил справа на выходе. По логике вещей, Чарльз должен был держаться от Луиса подальше, но временами он держался к сопернику максимально близко. Эзард атаковал корпус и разрывал дистанцию с ударом. Причем на ближней это была не грязная возня с тычками в стиле Бернарда Хопкинса, а просто поразительно чистая работа. Если брать качество работы на ближней дистанции, то по сравнению с Чарльзом Хопкинс выглядит не профессором, а студентом первого курса. Цель Джо Луиса была прямо перед ним, на удобной ему дистанции, потому что Джо очень хорошо работал короткими крюками. Они как раз и представляли самую большую опасность, но Эзард постоянно работал корпусом, делая свою голову неуловимой. В этом бою система подсчета отличалась от современной, победитель раунда получал 1 балл, проигравший 0. В случае нокдауна дополнительные баллы с боксера не снимались. Не сказать, что Луис потерял в скорости, его правое для боксера весом почти 100 килограммов вылетало очень быстро. Разница в габаритах была даже слегка шокирующей. Луис показал на весах 99 килограммов, Чарльз на 15 меньше, 84 килограмма. Но глядя на боксеров в ринге, ощущение, что разница между ними не менее 20, как будто супертяж дерется со средневесом. Хотя по факту так и было. Эзард все еще мог уложиться в лимит среднего веса. А для этого боя он изо всех сил старался набрать вес, чтобы не быть уж слишком легким. Третий раунд. Чарльз продолжает периодически работать на удобной для Луиса дистанции. Джо видит цель, но удары чаще всего пролетают в сантиметрах от головы. Чарльз демонстрировал просто молниеносную реакцию. В нынешние времена три раунда это четверть боя, но тогда это только одна пятая поединка. У Луиса более-менее эффективно работал только джеб. Но у Эзарда возникла проблема. После столкновения головами у него появилась небольшая гематома над левым глазом. Росла пока что не быстро, но тяжелый джеб Луиса мог ускорить этот процесс. Действующий чемпион был хорош не только в атаке, но и в защите. Можно было бы сказать, что защита в стиле Флойда Мэйвезера или Джеймса Тони, но ни тот, ни другой еще не появились на свет. Бывший чемпион теперь уже мог сделать определенные выводы насчет соперника. И самый главный вывод – Чарльз бьет жестче, чем все думают. Хотя один из тренеров Луиса еще до боя предупреждал Джо, чтобы он не велся на статьи в прессе о том, что у Чарльза вообще нет удара. У него нет достаточно мощи, чтобы свалить соперника одним ударом, но достаточно для того, чтобы соперник опасался лететь вперед сквозь удары. Плюс ко всему Чарльз очень хорошо умел бить по корпусу, и в этом бою он делал это регулярно. Чарльз в этом бою был просто идеальным боксером. То, что он делал, просто поражает. Блокировка джеба правой рукой. И тут же свой джеб в цель. Одновременно с этим еще одна подставка правой рукой под джеб соперника, и мгновенная атака справа. После этого небольшая оттяжка с контратакой. Луис поднимается и бьет головой. Чарльз наносит короткий левый крюк, отходит назад, закрываясь при помощи филадельфийской раковины, и блокирует джеб соперника. Суммарно 9 защитных и атакующих действий за 2 секунды. Скорость мысли феноменальная. В сухом остатке 4 точных удара и ни одного пропущенного. И все это, стоя прямо перед соперником, который значительно крупнее и может уложить тебя одним ударом. Пропущенный джеб, но второй джеб Эзерт контратакует ударом через руку. Затем уже на ближний, левый боковой и апперкот. После пятого раунда у Луиса, как и у Чарльза, начал заплывать левый глаз. Правая рука Эзерда делала свое дело и регулярно прилетала в цель. В перерыве в угол Джо Луиса пришел Рэй Робинсон. Джо, работай джебом, нужно выводить его из равновесия. Только проблема была в том, что Чарльз регулярно контратаковал джеб Луиса. И Джо приходилось хорошо подумать, прежде чем выбросить джеб. Временами Луис пробовал взвинтить темп, но Чарльз заставлял Луиса промахиваться. Было удивительно, насколько спокойно, расслабленно и уверенно он выглядит против того, кто держал в страхе дивизион на протяжении 12 лет. Рэй Арсел, который неоднократно выводил боксеров на поединке против Луиса, видел, как в раздевалке перед боем с Джо у соперников начинались приступы паники. Чарльз был абсолютно спокоен, как будто это не один из самых больших и важных поединков в истории бокса, а соперник не лучший супертяж за всю историю бокса на тот момент. Девятый раунд стал для Луиса самым разгромным в бою, а в Детройте его мама выключила телевизор, потому что она больше не могла на это смотреть. Чарльз просто издевался над соперником, хотя с точки зрения эстетики бокса, делал это очень красиво. Но все-таки Джо Луис не зря так много лет правил супертяжелым дивизионом. Волевые победы, у него тоже были. В десятом раунде он неожиданно взвинтил темп. Конечно, в большей степени Луис создавал впечатление, что беспокоит соперника, нежели реально это делал. Потому что достать Эзерда по-настоящему тяжелым ударом никак не удавалось. Но все же интрига в бою ожила. Тем более, из носа Чарльза потекла кровь. Хотя для того, чтобы разбить сопернику нос, Луису достаточно хорошо попасть всего один раз. Судьи отдали десятый раунд Луису, но я отдаю его Чарльзу, потому что я не сторонник практики отдавать раунд боксеру только потому, что он проиграл его не так явно, как раунды до этого. Луис привнес эмоции в поединок и показал, что списывать его рановато, но за это раунды не отдают. Единственное, что действительно беспокоило Чарльза, это Джеб Луиса. Передняя рука Джо была почти так же быстра, как и в лучшие годы. Хотя в конечном итоге Чарльз к Джебу подстроился и часто его контратаковал. В одиннадцатом раунде уже у обоих боксеров был закрыт левый глаз. Паникши было в двенадцатом раунде Луис, вдруг ожил в тринадцатом. Хорошая работа экс-чемпиона, но не хватало точности. Чистые удары были, но несравнимо мало по сравнению с тем, как точно попадал Чарльз. Посмотрите, как издевательски легко Эзард работает в четырнадцатом раунде. Дернул соперника движением корпуса, пробил двойной джеб. Потом дернул снова и пробил апперкот передней рукой, и даже успел подставить правую руку, заблокировав джеб Луиса. Так над великим бомбардировщиком еще никто не издевался. У него было всего одно поражение от Макса Шмеллинга, но тогда это был еще восходящий и не такой опытный Джо Луис. Но даже в том бою он выигрывал раунды и в целом поединок был конкурентным. Здесь же просто тотальный разгром. То, что Чарльз делал против Луиса, это лучшее отображение того, почему Эзарда прозвали Кобра из Цинценати. Своими точными и молниеносными атаками он напоминал Кобру. За всю историю бокса найдутся считанные боксеры, кто мог бы так точно и разрушительно работать с любой дистанции. В финальном раунде Чарльз не дал сопернику ни единого шанса, за который он мог бы зацепиться. Но вряд ли избитый, уставший и обескураженный Луис был уже способен на какой-то перелом. Счет боя на ваших экранах. Но вот что касается официального счета, то тут дела обстоят интереснее. Один из судей отдал Джо Луису два раунда, другой три, а еще один целых пять. Такой подсчет наводит на мысль, что если бы поединок выдался конкурентным, то Эзард Чарльз расстался бы с титулом. Но его преимущество было настолько огромным, что судьи были просто бессильны. Если когда-нибудь вы задавались вопросом, что было бы, если объединить Роя Джонса, Бернарда Хопкинса и Джеймса Тони, то ответ вы получили только что. Если объединить это трио в одного боксера, то получится Эзард Чарльз в бою против Джо Луиса. Здесь было все, что только может предложить боксер. Интеллект, скорость, реакция, легкость на ногах, эффективная работа на любой дистанции и прекрасная защита. Не было нокаута, скажете вы. Да, но Чарльз полутяж. И тем не менее, посмотрите на лицо Луиса после боя. Теперь я настоящий чемпион. Какое это облегчение, быть неоспоримым чемпионом. Не читать всякую клевету по поводу моего титула и не слышать в свой адрес сувенирный чемпион. Чарльз подумал, что наконец-то получил признание. Как же сильно он ошибался. На деле он стал антигероем нации. Все хотели, чтобы Джо Луис снова стал чемпионом. Он был эпохой. Эпохой больших боев. В том числе и после окончания Второй мировой. Для многих он был олицетворением победы и мирной жизни после войны. Этаким символом порядка и стабильности. Ну и конечно же, Джо подарил публике десятки нокаутов. С учетом всего этого, люди испытывали к нему сентиментальные чувства. Никто не скрывал, что жаждет его победы. Даже журналисты, которые вроде как должны быть беспристрастны. Луис был слишком большой и знаковой фигурой, чтобы оставаться нейтральным. И наверное всех этих людей можно понять. Они были как дети, которые узнали, что любимый мультсериал, который они смотрели более десяти лет, подходит к своему завершению. Но вдруг им говорят, что все-таки будет еще один сезон. Однако первая серия этого сезона омрачила всю радость от продолжения. Все когда-то заканчивается, но людям очень сложно отпустить что-то, что было с ними на протяжении многих лет. За свое выступление, а это было поистине легендарное выступление, одно из лучших в исполнении боксера за всю историю, Эзерт Чарльз не удостоился большой похвалы. Да, теперь его признали все организации, и он стал абсолютным чемпионом. Но только эти организации выставили пояса на кон, потому что думали, что победит Джо Луис. Отдавать эти титулы Чарльзу никто не хотел, но Эзерт их вырвал. И несмотря на это, люди просто отказывались признавать, что новый чемпион настолько хорош. Поэтому бросились искать оправдание поражению Джо Луиса. Основной аргумент – Луис не дрался два года. К тому же у него за плечами очень большая карьера. Но почему-то аргументы были только в одну сторону. Как насчет других аргументов, Луис во время перерыва проводил выставочные бои. Часть из них не были выставочными, и в некоторых Джо бил еще недавних претендентов на титул. Так что соревновательная практика у него была достойная. Ну а фотографию Пэта Валентина после показательного боя с Луисом вы уже видели. Луис начал подготовку к бою раньше Чарльза. За шесть недель до встречи с Луисом, Чарльз провел 14-раундовый титульный бой. На момент боя друг с другом у Луиса 59 боев, у Чарльза 72 боя. Чарльз официально на 15 килограмм легче Луиса. После Чарльза Луис выиграл 8 боев и стал обязательным претендентом на титул. Джо старше с этим не поспоришь, но у Чарльза тяжелых боев было в разы больше, потому что он дрался на три дивизиона. А конкретно в полутяжах конкуренция была выше, чем в Хэви. Элитных бойцов там было просто-напросто больше. Эзерт вошел в число претендентов на титул еще в 42-м году. Он вполне мог быть чемпионом с 15-20 защитами, но только к титулу его никто не подпускал. И почему-то никто не говорит о том, что в бою против Луиса это тоже был уже не лучший Эзерт Чарльз. У него начался спад. Даже страшно представить, что сделал бы с Луисом лучший Эзерт Чарльз. И ладно бы, их поединок был конкурентным, и Чарльз победил бы с большим трудом. Но нет, он просто деклассировал одного из величайших супертяжей в истории. При том, что у самого Эзерда тоже были факторы не в его пользу. Да и к тому же все прекрасно знали, что это Луису преподнесли Чарльза на тарелочке, чтобы Джо отправил его в нокаут. Для этого было сделано все возможное. Но все это разбилось о фантастический талант и смелость одного несгибаемого полутяжеловеса по прозвищу Кобра из Цинценатти. Бой против Луиса это был без преувеличения один из величайших мастер-классов в истории бокса. Торжество интеллекта и мастерства против одного из самых устрашающих боксеров в истории, который до сих пор держит рекорд по количеству защит чемпионского титула в супертяжелом весе. Да и вообще ни в одном другом весе никто не защищал пояс 26 раз подряд. Но логика очень часто упирается в непробиваемую стену из эмоций. И это был как раз тот самый случай. Маленький мальчик из Цинценатти радовался своему успеху и говорил «Смотрите, я смог, несмотря ни на что. Хотя вы говорили, что у меня не получится». Но люди от него отвернулись. Похожую историю переживет еще один Чарльз. Чарльз Санни Листон. Но у него был тюремный срок и прямые связи с людьми из криминального мира. Там было за что зацепиться. Хотя пресса в какой-то момент уже просто издевалась над Санни. Эзерт же ангел по сравнению с Листоном. Даже в родном Цинценатти, где его принимали как героя после завоевания титула NBA, ему было некомфортно. Дети на улице освистывали его и смотрели с неодобрением. Он побил их героя. Как он посмел это сделать? Годы спустя один из журналистов скажет, когда Эзерду Чарльзу подняли руку как победителю того боя, это было равносильно тому, как если бы его внесли в список 10 самых разыскиваемых преступников Америки. В начале декабря 1950-го соперником Чарльза становятся боксеры с топ-10 полутяжелого веса Ник Бароун. Бой состоялся в Цинценате на арене Гарден. В зале собралось 10 тысяч зрителей из возможных 12. Этот бой был выбран в качестве разгрузки и не ожидалось, что Бароун преподнесет сюрприз. Так и вышла победа чемпиона нокаутом в 11-м раунде. По итогам 1950-го второй год подряд Чарльза признали боксером года. 12 января 51-го Эзерт победил 8-го номера рейтинга Ли Оуму. И хотя бои Чарльза собирали неплохую кассу, она была далека от тех показателей, которые были присущи супертяжелому весу. IBC решает организовать реванш с Джерси Джо Уолкотом. Пока Чарльз готовился ко второму бою с Уолкотом, ко второму бою с самим Эзердом готовился Джо Луис. Начал Джо со словесных выпадов. «Я считаю, что Чарльз не лучше тех чемпионов, с которыми я встречался в прошлом. Я поставлю его на шестое место в списке лучших моих соперников. Позади Билли Кона, Макса Берра, Джеймса Бреддока, Макса Шмеллинга и Томми Фара». Тут можно сказать только одно. Представьте, на какой высоте оказался Чарльз, что он в конечном итоге не просто победил героя своего детства, но и заставил его принижать достижения самого Эзерда. В прошлом Джо Луис сам пережил похожую ситуацию. Когда он проиграл Максу Шмеллингу, дети дразнили его на улицах, подбегали и шептали в его адрес «Макс Шмеллинг». Еще вчера Джо был героем, а теперь его дразнили на улицах. Он-то должен был понимать, каково это, когда публика от тебя отвернулась. Но его бойцовское эго очень сильно пострадало после такого разгрома и требовало возмездия. Даже если когда-то ты сам был в похожем положении, проблемы соперника это твое преимущество. Таков уж этот бизнес. Если у соперника есть слабое место, обязательно нужно туда ударить. Луис и ударил. Но пока что Эзерду было рано думать о Луисе, потому что при подготовке к бою с Волкотом возникла проблема. Это был третий бой за 4 месяца. Эзерт находился в таком графике, что просто не было время на отдых и восстановление. А я напомню, что за его плечами уже 75 боев. Его вес начал снижаться. Ему пришлось остановить спарринги, потому что вес упал до 80 килограммов. Еще один килограмм вниз и его не допустят до боя. Да и в целом Эзерт не хотел быть уж слишком легким. Ему нужно было набрать немного мышечной массы, чтобы его просто-напросто не забороли. Второй бой с Волкотом состоялся в Детройте, в городе, где жил Джо Луис. Он пришел на бой. И это еще больше подстегнуло публику, которая поприветствовала Волкота овациями, а чемпиона Чарльза встретила неодобрительным гулом. Эзерт оказался на враждебной территории, в не самой лучшей форме, против очень неудобного соперника. Но у него не было выбора. Его бои не приносили желаемых доходов, поэтому промоутеры брали количеством. Начало боя выдалось спокойным, но в четвертом раунде Волкот поймал Эзерда ударом справа, и чемпиону пришлось долго висеть на сопернике, чтобы прийти в себя. Но вскоре Джерси Джо снова потряс Чарльза, и чемпионство повисло на волоске. Публика была в экстазе. Наконец-то этого никому не нужного чемпиона скинут с трона. Но! Это был уже девятый раунд. После проблем в четвертом Чарльз включил осторожный режим и взял контроль над боем. А в девятом воспользовался самоуверенностью соперника и отправил его на канвас. Это заставило Волкота осторожничать, а в осторожных боях у Эзерда Чарльза не было конкурентов. И даже несмотря на то, что Волкот смог потрясти Эзерда в четырнадцатом раунде, победа ушла чемпиону единогласным судейским решением. Публика, как и перед боем, снова освистала Чарльза. Освистывание меня не беспокоит. Я уже привык к такой реакции, когда дерусь. С одной стороны, это хорошо, что не беспокоит. Но просто в целом такое отношение не было справедливым. И ведь нельзя сказать, что бои Эзерда Чарльза были скучными. Он доминировал, показывая очень красивый бокс, побеждал нокаутами. А нокдаун во втором бою с Волкотом один из красивейших в истории бокса. Но это только еще сильнее настраивало публику против. И чем дольше Чарльз оставался чемпионом, тем сильнее она хотела, чтобы он проиграл. Вот в такой ситуации оказался чемпион. Вся боксерская общественность желает ему поражения. А он через кровь, пот и неимоверные волевые усилия продолжает побеждать и не сдаваться. Причем в дивизионе, до которого он не дотягивает с точки зрения веса. Сразу после победы над Волкотом, менеджер Чарльза, Джейк Минс, вернулся к переговорам о реванше с Джо Луисом. Стороны уже общались ранее и не сошлись по финансам. Ситуация была следующая. Организаторы забирали 40% доходов от второго боя Чарльза и Луиса. А боксеры делили оставшиеся 60%. Луис хотел 40% себе, 20% Чарльзу. Минс не спорил с тем, что Луис большая фигура. Но чемпион Чарльз и прошлый бой он выиграл разгромно. Поэтому менеджер Эзерда считал, что справедливо будет равное разделение. То есть каждый боксер получит по 30% от общих доходов. Луис заявил, что не уступит ни процента. При этом Джо отказался включать в контракт пункт о реванше в случае своей победы. Минс прекрасно понимал, что он и Чарльз уже как кость в горле больших промоутеров и если не защищать свои интересы, то можно остаться без титула. Самое печальное в этой истории то, что Эзерт Чарльз уже явно пошел на спад. Несмотря на то, что ему всего-то 30 лет, у него уже 77 боев. Эзерт начал карьеру 11 лет назад. Минус 3 года в армии – это 8 лет активной карьеры. То есть на протяжении уже долгого времени он дрался в темпе 7-8 боев в год. Вы представляете себе, чтобы в современном боксе чемпионы дрались в таком темпе? И тогда не было такой хорошей фармакологической поддержки, как сейчас. Не было специалистов по питанию и физподготовке. Запас прочности у всех разный, но проблема в том, что Эзерт большую часть карьеры дрался с соперниками, которые были крупнее. Он дрался в полутяжах, когда был средневесом. А когда превратился в полутяжа, перешел в супертяжи. Минс не питал иллюзий. Он знал, что на вершине им осталось недолго. Тем более, что компания IBC загнала чемпиона как лошадь. Он хотел заработать как можно больше и не допустить, чтобы у Эзерда отобрали титул и выкинули как отработанный материал. Луис был непреклонен, только 40% и если он победит, то реванш Чарльзу не даст. Переговоры опять поставили на паузу. Тогда IBC решили, что пусть Чарльз снова подерется с Джоуи Максимом, с которым они встречались уже трижды. В первых двух боях конкуренции не было, но в третьем бою Максим доставил Эзерду неприятности. Да и к тому же теперь Джоуи был чемпионом мира в полутяжелом весе. Два чемпиона из штата Огайо встретятся в еще одном поединке. Чарльз без особых проблем победил Максима, показав, кто на самом деле лучший полутяжеловес мира. Но титул Максима накануне стоял, так что удовлетворение было только лишь моральным. Или не было. Болельщики Цинценатти освистывали Чарльза перед боем, во время боя и после боя. Даже некоторые журналисты были настолько удивлены отсутствию поддержки Чарльза на домашней арене, что после боя появилось пару статей в его защиту. «Не важно, кого выберут мне в сопернике. Публика всегда скажет, что это мешок. Так что я никак не могу хорошо смотреться, как бы я ни старался. У меня нет шансов победить Джо Луиса в глазах публики. Победить Луиса я могу только в ринге». За бой против Максима Чарльз получил 70 тысяч долларов, а затем узнал, что переговоры с Джо Луисом возобновились, и Джо согласился на условия. Но прежде чем выйти на Луиса во второй раз, Том Теннос, тот самый заплативший отступные менеджерам из Цинценатти, подписал Чарльза на бой с Джерси Джо Уолкотом в третий раз. Причем бой через полтора месяца. И это был уже перебор. Эзерт стал чемпионом в июне 49-го, а затем 8 раз защитил титул. С Уолкотом нужно было драться в июле 51-го, и для Эзерта это был 10-й чемпионский бой за два года. Тренер Чарльза Рэй Арсел был в бешенстве. Эзерт был измотан физически от плотного графика и морально от прессингов СМИ, и ему нужно было время на отдых. Уолкот крупнее и мощнее Чарльза, и в прошлом бою с Джерси Джо было нелегко. Выходить на него сейчас – это гарантированный проигрыш. Том Теннес сказал, что менеджер Уолкота Феликс Бокиккио – его друг, и у него плохо с деньгами, поэтому третий бой – просто способ помочь другу. Тренер Чарльза Рэй Арсел хорошо знал, что один из самых влиятельных людей в мире азартных игр Бокиккио не нуждается в деньгах. Учитывая, что Теннес тоже был связан с игорным бизнесом, скорее всего он просто в долгу перед менеджером Уолкота. А Бокиккио был таким человеком, которому долги лучше возвращать вовремя. И Теннес решил сделать это при помощи Эзерда Чарльза. Проблемы начались прямо перед боем. Стороны согласовали судей, но когда ринг-анонсер начал объявлять судей, выяснилось, что одного из них заменили на другого. Договоренность была такая – если происходит замена, об этом нужно уведомлять заранее. Джейк Минс выскочил на ринг и устроил скандал, а затем начал кричать журналистам, что боя не будет, потому что произошло прямое нарушение контракта. Минс устроил настоящую истерику, попытаться сорвать бой. В конечном итоге Джейка увела с ринга полиция, а представитель комиссии сказал – если Чарльз не выйдет на бой, его лишат титула. Тем временем Эзерт уже сидел в углу и с ним произошло то, что еще никогда не происходило. Он начал нервничать, он знал, что к бою он не готов. Здесь нужно сделать небольшое отступление. Несмотря на то, что с Чарльзом уже долгое время в качестве тренера работал его друг Джимми Браун, а теперь ассистентом стал Рей Арсел, план на бой всегда был прерогативой самого Эзерда. И вот как он его разрабатывал. Эзерт использовал визуализацию. Закрывая глаза, он пытался представить, как нужно действовать против конкретного соперника, как может действовать соперник и чем на это можно ответить. Какие могут быть варианты развития боя и что можно предпринять в каждом из вариантов. То есть у Чарльза был не только план А и план Б, а и план С, план Д и так далее по алфавиту. Но перед третьим боем с Уолкотом Чарльз не мог представить вообще ничего. Его мозг просто отказывался выдавать хоть какую-то картинку. Эзерт просто-напросто устал морально и физически. Когда начался бой, на ринге был Джерси Джо Уолкот против в спарринг-партнера, с которым он мог делать все, что хотел. А в седьмом раунде произошло то, чего так жаждала публика. Люди не радовались тому, что Джерси Джо Уолкот стал чемпионом с пятой попытки. Они радовались тому, что наконец-то ненавистный им чемпион упал. Упал и не смог подняться. Какое приятное зрелище. Чуть позже в раздевалку Эзерда пришел Уолкот. Он протянул руку, сказав, «Прости, что так получилось». Чарльз ответил, «Все в порядке. Если бы ты дрался с кем-то другим, то я болел бы за тебя». Согласно контракту, Уолкот обязан был дать реванш Чарльзу в течение трех месяцев. Но менеджер Уолкота, Феликс Бокикио, не торопился. Он отправил своего боксера в турне и на телевидение. И наслаждался тем, что его боец – чемпион мира в супертяжелом весе. А также тем, что теперь он мог вернуть все вложенные в него деньги. К тому же Бокикио не был уверен в том, что Уолкот сможет победить Чарльза вновь. Все-таки пока что общий счет 2-1 в пользу Эзерда. Вместо этого Бокикио смотрел в сторону следующего претендента на титул, а им был Рокки Марчиано. Бокикио считал, что Рокки стилистически просто создан для Уолкота. Плюс ко всему Марчиано набирал популярность и денег с ним можно было заработать намного больше. Сам Уолкот заявил, что он хотел бы не выходить на ринг целый год. Хотя подпись Джерси Джо стояла на контракте, который гласил, что реванш он обязан дать в течение 90 дней. Я работал 21 год, чтобы стать чемпионом. Я пообещал Богу, что если он сделает меня чемпионом, я сделаю что-то хорошее. Поэтому я занимаюсь благотворительностью. Я защищаю свой титул каждый день, помогая молодежи. Защиту титула на ринге я провести только через год. Когда хочешь подержаться за чемпионский титул как можно дольше и не знаешь, как оправдаться, говори о благих намерениях. Путь у Джерси Джо Уолкота был тяжелый, но после того, как он стал чемпионом, его поведение начало отталкивать. Когда он был претендентом, он считал, что чемпионы обязаны с ним драться. А когда он сам стал чемпионом, то вдруг решил, что он никому ничего не должен, а его путь к чемпионству важнее и сложнее, чем любой другой. Менеджер Уолкота, Феликс Бокиккио, вообще сказал, что чемпион в супертяжелом весе должен драться один раз в год, потому что слишком частые защиты титула удешевляют звание чемпиона. Теперь понятно, чем руководствуются современные промоутеры. Судя по всему, они фанаты Бокиккио. Пока менеджмент Чарльза пытался добиться положенного по контракту боя, сам боксер отдыхал. В течение двух месяцев он мог не вспоминать о боксе. Он купил матери дом, а 1 июля у него родился третий ребенок. Чарльз ел, что хотел, проводил время с друзьями в ресторанах, увеселительных заведениях. И ему не приходилось отвечать на провокационные вопросы журналистов и слушать о том, что он неправильный чемпион. Он наконец-то смог отдохнуть. В первых числах сентября 51-го ему сообщили, что у него есть 5 недель, чтобы подготовиться к бою против боксера из топ-10 по имени Рекс Лейн, который в прошлом поединке проиграл нокаутом Рокки Марчиано. 5 недель – не очень большой срок, но Чарльз был не из тех боксеров, кому нужно очень долго приводить себя в форму. Два месяца отдыха пошли ему на пользу, и 5 недель хватило, чтобы подготовиться. Тем более, Лейн был прямолинейным боксером без хорошей защиты. Чарльзу не составило труда разобраться с соперником и победить нокаутом в 11-м раунде. Помимо боя с Волкотом, у Чарльза все еще был шанс встретиться с Джо Луисом. Бомбардировщик не потерял интерес к Эзарду, потому что все равно хотел поквитаться за поражение. Однако бою Чарльз-Луис-2 было не суждено сбыться. Через 2 недели после того, как Эзард победил Рекса Лейна, Джо Луис проиграл нокаутом Рокки Марчиано, а после боя объявил об уходе из бокса, теперь уже навсегда. С уходом Луиса единственной большой целью остался Волкот, но Бокиккио наотрез отказывался разговаривать о поединке Волкот-Чарльз. Эзард для поднятия уверенности в пятый раз встретился с Джоуи Максимом, который все еще был чемпионом в полутяжелом весе. И будь у Эзарда чуть больше влияния, он мог бы добиться того, чтобы на кону стоял пояс Максима, но менеджер Джоуи, Джек Кернс, работавший еще с Демпси, никогда бы этого не позволил. Эзард снова победил Максима и снова без каких-либо споров, подтвердив, что уже примерно лет 10 является сильнейшим полутяжеловесом мира, которому в силу обстоятельств приходится драться в Хэви. Буквально через 10 дней после победы над Максимом, Чарльзу подвернулась легкая работа. Бой против Джо Кахута, который когда-то подавал надежды и даже входил в топ-10 полутяжелого веса, но потом все пошло по наклонной и Кахут превратился в середняка. Тем не менее, в Портленде он пользовался популярностью и за бой против него Чарльз получил 10 тысяч. Напомню, в те времена за эти деньги можно было купить большой дом. После трех боев Эзард снова взял паузу, а тем временем длительные переговоры о поединке с Уолкотом завершились. Произошло это аж в середине февраля 52-го, но Букикио все-таки добился своего. Бой должен состояться в июне. Это означало, что Уолкот все-таки получил свой год вне ринга в качестве чемпиона. Несмотря на то, что это была уже четвертая встреча, зрительский интерес был большим, что отразилось на гонорарах боксеров, Уолкот получил 103 тысячи, Чарльз – 92. На арене собралось почти 22 тысячи зрителей. Уолкот хорошо провел первые шесть раундов, но на этом силы закончились, и он перешел в энергосберегающий режим. Не было его фирменной работы ног и взрывных атак. Он ходил по рингу и всем видам давал понять, что теперь его задача – поймать соперника таким же мощным ударом, что и в прошлый раз. Чарльз осторожничал, но все равно делал больше работы. После окончания боя Уолкот Чарльз у многих в зале было ощущение, что сегодня свершилась история. И Эзерт Чарльз – первый боксер в истории супертяжелого веса, сумевший вернуть себе титул после его потери. Однако, судьи единогласно отдали победу Уолкоту. Что интересно, перед финальным раундом у двух судей на карточках была ничья. Последний раунд однозначно выиграл Чарльз. Эзерт в целом нанес больше точных ударов и увесистых попаданий тоже было больше. Это был настолько очевидный раунд в его пользу, но именно те двое судей, у которых была ничья, отдали финальный раунд Уолкоту, сделав победителем его. В те времена было только два судьи, а роль третьего выполнял рефери. Он тоже вел счет, так что по итогу все равно было три карточки. Так вот рефери этого боя, Зак Клейтон, стал первым черным рефери, обслуживающим титульный бой в супертяжелом весе. Клейтон постоянно придирался к Чарльзу и по итогу отдал победу Уолкоту со счетом 9-6. Даже журналисты, которые долгое время постоянно критиковали Чарльза, встали на его защиту. Было вполне очевидно, что симпатии рефери Клейтона были на стороне Уолкота. Он просто затравил Чарльза. Рефери Клейтон придирался к Чарльзу и несправедливо предупреждал его за нарушения, которых он не совершал. Практически все репортеры, которые присутствовали на поединке, обвинили рефери Клейтона в некомпетентности. Подарку, который получил Джерси Джо, нет оправдания. Журналисты даже отдали победу Чарльзу, пусть и с небольшим перевесом в голосах 24 на 17. Но даже такой перевес среди тех, кто еще недавно желал Эзарду поражения, многое говорил о результате боя. К этому можно добавить еще один интересный момент. Фаворитом 2 к 1 был Чарльз и оставался таковым вплоть до дня поединка, пока кто-то уже в день боя не поставил очень большие деньги на победу Уолкота. Причем настолько большие, что коэффициент сменился и фаворитом 2 к 1 стал Уолкот. Напомню, менеджер Джерси Джо, Феликс Бокикио, был большим человеком в сфере азартных игр и букмекерских ставок. А бой был в штате Пенсильвания, основная территория деятельности Бокикио. Не стоит меня оправдывать. Победу отдали Уолкоту, так тому и быть. Теперь я просто обычный боксер. Еще одного шанса подраться за титул мне не дадут. Полагаю, что свой шанс я упустил сегодня. Эзарт был предельно честен, как перед собой, так и перед публикой. Сложно найти боксера, который был бы честнее. Чарльз был согласен с теми, кто отдал победу ему. Но также он считал, что у него были возможности проявить чуть больше настойчивости и немного рискнуть. Уолкот устал, и можно было попробовать его дожать. Сыграло роль то, что тренером Эзарда уже давно был его друг Джимми Браун, который в большей степени был как ассистент. Он не был для Эзарда авторитетом и не мог его принудить. Уже многие годы Эзарт был сам себе тренер. Он сам отрабатывал технику, сам выстраивал стратегию. И когда недавно примкнувший к его команде Рей Арсел по ходу боя настаивал на том, чтобы Эзарт рискнул и попробовал откусить от соперника побольше, Чарльз делал по-своему и рисковать не хотел, откусывая по чуть-чуть. Он уже годами привык рассчитывать только на себя. Как сказал Арсел годы спустя, Эзарт Чарльз – это очень хорошая скаковая лошадь. Но она не побежит туда, куда ты ей скажешь. Она побежит туда, куда она считает нужным. Также есть мнение, что свою агрессию Эзарт Чарльз оставил в поединке с Сэмом Барроуди. И что ему просто психологически было очень тяжело добивать соперника в ринге. Сам Эзарт говорил, что это не так. После боя с Волкотом Чарльзу предложили реванш с Рексом Лейном, которого он нокаутировал в октябре 51-го. Перед боем с Лейном у Чарльза возникли проблемы с заселением в отель, потому что хозяин сказал, «Я не позволю неграм останавливаться в моем отеле». Местом для тренировок стала площадка для роликовых коньков. На ней поставили временный ринг и повесили мешки отвратительного качества. Бой был в Юти в родном штате Рекса Лейна, а в качестве рефери выбрали Джека Демпси, который долгое время проживал в Юти и был хорошо знаком с руководством штата. Казалось бы, что может пойти не так. Уверенным фаворитом боя был Чарльз, но в день боя на победу Рекса Лейна начали делать большое количество ставок и небольшим фаворитом стал Лейн. Интересно, что судей к поединку привлекать не стали. Решение о победителе принимал только рефери. Угадаете, кому Джек Демпси отдал победу? Правильно, Рексу Лейну, который едва дотянул до финального гонга. Причем карточка Демпси была удивительной. Семь ничейных раундов, два раунда Лейну и один Чарльзу. Утешением стало только то, что Чарльз получил за бой 45 тысяч долларов. Через полтора месяца после того, как его ограбили во второй раз, в супертяжелом весе появился новый чемпион, который дал людям то, за что они любили Джо Луиса. Он побеждал нокаутами. В 13 раунде, проигрывая поединок на всех трех карточках, Рокки Марчано нокаутировал Джерси Джо Уолкота. Для Чарльза, как он сам думал, это были хорошие новости. Уолкот не даст ему еще один бой, уже ни при каких обстоятельствах. По факту, реальный счет их противостояния был 3-1 в пользу Эзерда, а вот встретиться с Марчано шанс был. Призрачный, но был. Для того, чтобы добиться боя с Марчано, нужно было побеждать. И не одного соперника, а целый ряд. Легко сказать, тяжело сделать. Особенно, когда речь о боксере, имеющем 83 боя в послужном списке. Для сравнения, Мэнни Пакьяо за всю карьеру провел 72 поединка. А например, Шугар Рэй Леонард только лишь 40. Чарльз начал с Берни Рейнольдса, которого недавно нокаутировал Рокки Марчано. У Рейнольдса Эзерт мог бы выиграть бой одним только джебом, но если бы он это сделал, пресса порвала бы его в клочья. Ему потребовалось полтора раунда, чтобы закончить бой. Отложенная реакция соперника на удар только добавила моменту изюминку. Следующим соперником стал аргентинец Сесар Брион, который дважды проиграл Джо Луису. В какой-то момент Брион даже был на грани попадания в топ-10, но встречи с Луисом в 50 и 51 его подкосили. Тем не менее, победа над Брионом стала еще одним, пусть и небольшим, шагом к бою за титул. Далее последовали победы над старым знакомым Джимми Бивинсом и Томми Харрисоном. Кстати, история Харрисона стала основой для фильма 2007 года «Воскрешая чемпиона», в котором сыграл Сэмюэл Эл Джексон. Уже в старости Харрисон, будучи бездомным, утверждал, что его зовут Боб Саттерфилд. А Саттерфилд – один из величайших нокаутеров в истории бокса и вообще весьма популярный боксер 40-х и 50-х годов. И он еще появится в нашей истории. Харрисон в какой-то момент в рейтингах был даже выше Саттерфилда. А сюжет фильма «Воскрешая чемпиона» как раз и завязывается на том, что бездомный бывший боксер, который встречался с Чарльзом, Флойдом Паттерсоном, входил в топ-10 хэви и ему было чем похвастать, все равно выдавал себя за другого боксера. После Харрисона Чарльз в третий раз встретился с Рексом Лейном, в бою с которым его недавно ограбил Джек Демпси. Лейн трижды побывал на полу и за уши его не смогли бы вытянуть, даже если бы хотели. Победу отпраздновал Чарльз. В мае 53-го Эзерт встретился с Ларри Уотсоном, а прямо перед началом поединка на ринг вышел Рокки Марчиано. К сожалению, фрагменты боя идут обрывками, а бой был зрелищным, Чарльз победил нокаутом в пятом раунде и публика по традиции его освистала. Это уже вошло в привычку, с тех пор как Чарльз победил Джо Луиса во всех следующих боях, даже если Эзерт как ураган сносил соперника, публика все равно реагировала в его адрес неодобрительным гулом. Даже Марчиано встал на защиту Эзерда, сказав, что не понимает реакции публики. Сам Рокки приехал на бой спустя 11 дней после того, как в реванше досрочно победил Джерси Джо Уолкота. Их второй бой состоялся аж через 8 месяцев после первого. Сторона Уолкота не соглашалась вообще ни на какие условия. Даже когда Джерси Джо предложили 250 тысяч, что по тем временам просто гигантские деньги. Марчиано уже в статусе чемпиона должен был получить только 160, но Бокиккио с Уолкотом снова начали говорить, что как-то маловато. Ситуацию решил Фрэнки Карбо. Он напрямую позвонил Бокиккио и сказал, что если они не примут бой, то могут произойти плохие вещи. Теперь уже Уолкот с радостью принял бой и упал в первом раунде. Джерси Джо сидел до того момента, как рефери скажет 10, а когда рефери остановил бой, Уолкот встал и обвинил рефери в том, что он слишком быстро считал. Как видим, рефери посчитал идеально. Правда, есть и другая версия событий. С учетом звонка Фрэнки Карбо, Уолкота предупредили о том, что он не должен победить в реванше. Поэтому Джерси Джо просто вышел и сдал бой, а в попытке сохранить лицо обвинил в своем поражении рефери. Как бы то ни было, Джерси Джо Уолкот еще сильнее испортил впечатление о себе. Он завоевал и защитил титул в двух боях с Чарльзом и в обоих случаях не обошлось без манипуляций за кулисами. Долго косил от реванша с Марчиано. Потом все-таки вышел, упал в первом раунде и выглядело это все так, будь то Джерси Джо просто вышел за чеком. А его чек был значительно больше, чем у чемпиона. К лету 53-го Чарльз находился на серии из 9 побед, одержанных за 7 месяцев. Благодаря этому он поднялся на первую строчку рейтинга. А поскольку Марчиано приехал на бой Чарльза, ожидалось, что он проведет защиту против первого номера. Однако команда Рокки выбрала в соперники Роланда Ластарзу. Марчиано и Ластарза уже встречались три года назад, в марте 50-го, и тогда официальные судьи выставили ничью. Однако дополнительный судья посчитал бой в пользу Рокки, и на этом основании победу отдали ему. Тот поединок вызвал немало споров относительно решения дополнительного судьи, потому что он увидел победу Рокки с преимуществом аж в три очка, что выглядело сомнительно. Но сомнительные поединки были неотъемлемой частью карьеры Марчиано, особенно с учетом того, что его вел Фрэнки Карбо, один из самых влиятельных криминальных авторитетов США в 40-х и 50-х. После того, как Чарльз узнал, что вся его работа пошла на смарку, а бой за титул получил третий номер рейтинга, он уехал домой и даже начал думать о завершении карьеры. Команда подписала его на бой с кубинцем Нино Вальдесом, и это был очень странный выбор. Вальдес – высокий, неудобный, напористый боец, но он проиграл четыре из последних пяти боев, в том числе и Арчи Муру. Чарльз и его команда слишком легко отнеслись к Вальдесу, а тот выдал один из лучших боев в жизни и победил решением. Мало того, что сам Вальдес оказался лучше, чем ожидал Чарльз, так еще и бой проходил в Майами при жуткой жаре, что сильно измотало Эзарда, а всего через четыре недели нужно было выходить на бой против Харальда Джонсона, контракт с которым был подписан еще до Вальдеса. Джонсону было 25 лет, и он уже был одним из лучших боксеров своего времени. В конечном итоге он станет чемпионом мира в полутяжелом весе и попадет в зал славы. Вместо того, чтобы просто готовиться к бою с Джонсоном, команда Эзарда решила заработать легкие 6 тысяч на бое с Вальдесом, и эти 6 тысяч слишком дорого им обошлись. Харальд Джонсон – хорошо обученный, физически сильный, голодный, до больших побед боец. Он на 7 лет моложе Чарльза, а боев он провел в два раза меньше. Это не тот соперник, на которого нужно выходить спустя месяц после изнурительного поединка. У Джонсона был один из лучших джебов, которые вы вообще могли видеть. И этим джебом Харальд сразу начал напрягать своего соперника. Этот поединок, как контраргумент довольно популярной точки зрения, мол, да что там был за бокс в середине 20 века. Современные бойцы раскидали бы тех парней из прошлого, как новичков. Глядя на бой Чарльз Джонсон, закрадывается мысль, что если бы кого и раскидали, то уж точно не этих двоих. Техника не хуже, чем у боксеров любой эпохи, да и физическая форма на высшем уровне. И это 50-е, а фарма начала активно внедряться в бокс и другие виды спорта только в 60-х. Удивительно, но Эзерт Чарльз выступил лучше, чем можно было ожидать. Джонсон имел преимущество в первой половине, хотя и небольшое. Но во второй половине лучше смотрелся уже Чарльз. Бой выдался конкурентным, и некоторые раунды были непростыми для подсчета. У кого-то получилась победа Джонсона, у кого-то выиграл Чарльз, а кто-то посчитал, что была ничья. Исход решила очень простая вещь. Бой был на территории Джонсона в штате Пенсильвания, и все трое судей были из этого штата. Тем не менее, один из них отдал победу Чарльзу со счетом 7-3, но двое других со счетом 6-3 и 5-4 отдали победу местному боксеру. После двух поражений, пусть даже прошлое было относительно спорным, а бои против Рокки Марчиано можно было забыть. У Эзерда был частный дом в Цинценатти. Ему принадлежало целых два многоквартирных жилых дома в черте города. Он был владельцем спортивного клуба, а часть его денег была вложена в акции. Если бы он завершил карьеру сейчас, то получал бы 200 долларов в неделю, вообще ничего не делая. А когда-то 200 долларов он получал за бой. Если бы Эзерт Чарльз ушел в тот момент, наверное, это было бы своевременное окончание карьеры. Причем карьеры легендарной. 94 боя, 83 победы. Средневес полутяж, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе и победил самого Джо Луиса. О чем еще можно мечтать? Но Чарльз был прирожденным боксером, и пока он чувствовал в себе резерв, он не мог просто так уйти. Он хотел попробовать еще раз пробиться к титульному бою. Как, пока что было непонятно. Но вдруг появится шанс, и судьба предоставила ему этот шанс. Джейку Минцу позвонил Эл Вайль, менеджер Марчиано и матчмейкер компании IBC, а также один из помощников Фрэнки Карбо. Вайль сказал, что в супертяжелом весе не осталось больших имен, с которыми можно было бы устроить большой бой. Вернее, есть один боксер по имени Эзерт Чарльз, но он проиграл два боя подряд. Вайль поставил условие. Если Эзерт прямо сейчас выиграет два боя у топовых соперников, тогда он получит бой с Марчиано. Минц сразу же позвонил менеджеру Харальда Джонсона с предложением о реванше. Тот сказал, что в реванше с Чарльзом они не заинтересованы. Это было ожидаемо. В итоге Минц подписал девятого номера рейтинга в Хэви Колли Уоллеса, которого Чарльз нокаутировал в десятом раунде. Пол дела сделано, а некоторые представители прессы, которым Эл Вайль предусмотрительно раздал в конвертах денежку, начали восторженно писать о том, что Эзерт Чарльз вернулся в чемпионскую гонку. Джейк Минц попытался сделать реванш с Нино Вальдесом, кубинец отказался. Многие годы Чарльз охотился за разными боксерами, а вот за ним не охотился никто, кроме одного человека. Он уже чуть раньше упоминался в нашей истории. Это был Боб Саттерфилд, но не фальшивый, а настоящий. Один из самых жесточайших панчеров тех лет, да и не только. Впоследствии журнал Ring внесет Саттерфилда в сотню величайших нокаутеров в истории бокса. Саттерфилд, кстати, побеждал Харальда Джонсона. Немного забегая вперед, скажу, что Боб нокаутировал Кливленда Уильямса, того самого Уильямса, которого потом нокаутировали Санни Листон и Мохаммед Али. Только Боб сделал это намного раньше. Он был похож на Чарльза тем, что тоже был полутяжем, но периодически дрался в супертяжелом дивизионе. Саттерфилд был просто идеальным зрелищным бойцом, сумасшедшая мощь в кулаках, но слабый подбородок. И он уже несколько лет мечтал о бое против Эзарда Чарльза. А тут еще и сам Чарльз приехал к нему в гости, в Чикаго, где Боб провел большинство своих поединков и был местной звездой. Для подготовки к бою против Саттерфилда были наняты мощные спарринг-партнеры. Среди них – молодой супертяж, который провел пока что только три профессиональных боя. В нем видели большую перспективу. Это был Санни Листон, менеджмент которого посчитал, что Санни будет полезно получить опыт в спаррингах с таким мастером, как Чарльз. И вот что годы спустя о тех спаррингах сказал Эзарт. Листон был большим и неуклюжим, но невероятно жестким. В первом раунде Саттерфилд пару раз зацепил Чарльза. Выглядело очень опасно, однако Эзарт, он в белых шортах, отреагировал нормально и не был потрясен. А затем произошло нечто очень красивое. При помощи комбинации правый прямой и левый боковой, Чарльз отправил Саттерфилда на канвас, с которого Боб поднимется только через 45 секунд, и то не без помощи. Если бы в те времена была награда «Нокаут года», этот шедевр однозначно был бы вне конкуренции. Вот так выиграв два боя с разницей всего в месяц Эзарт Чарльз сделал то, что в его положении уже казалось невозможным. Он получил бой за титул. Поединок Рокки Марчиано против Эзарда Чарльза запланировали на 17 июня 1954 года. Несмотря на то, что Чарльзу было 32 года, и он всего на два года старше Марчиано, явным фаворитом был Рокки. На его счету 45 боев, на счету Эзарда 96. Рокки на 5 сантиметров ниже, но на взвешивании был на килограмм тяжелее. Марчиано изначально принадлежал этой категории, а Чарльз не был тяжеловесом ни в начале карьеры, ни сейчас. Так что не было ничего удивительного в том, что Рокки был явным фаворитом, и победу ему прогнозировали все. Между боксерами не было ни малейшего намека на вражду. Наоборот, они общались как давние друзья, причем не только по-английски, но и по-итальянски. Эзарт, почему бы тебе не попробовать свой итальянский в разговоре с Рокки? Оба боксера получили рекордные для себя гонорары. Марчиано – 275 тысяч долларов, Чарльз – 138 тысяч. Было продано 47 тысяч билетов на сумму 540 тысяч долларов, а суммарный доход, включая взносы от радио и телевидения, составил почти 850 тысяч. Поединок стал одним из самых кассовых боев в истории. Почему так вышло? Во-первых, Марчиано был безумно популярен. Во-вторых, потому что людям нравится, когда им преподносят противостояние героя и антигероя. Да, Марчиано тоже победил Джо Луиса, причем нокаутом. Но, как всегда, есть нюансы. У Чарльза никогда не было очень влиятельного человека за спиной, а у Марчиано он был и не один. Рокки начали создавать положительный имидж еще до того, как он стал чемпионом. И Марчиано подходил на роль хорошего парня, потому что он действительно был хорошим парнем, и ему не нужно было притворяться. Ему достаточно было просто быть собой. К тому же, он стал тем самым белым, кто прервал 15-летнюю гегемонию черных чемпионов. Это тоже было немаловажным фактором, и он был итальянцем, а влияние итальянской мафии на бокс в те времена было огромным. Рокки быстро заимел знакомство с самыми известными людьми Америки. Его команда организовывала для него участие в телешоу, в прессе платили за восторженные отзывы о нем. Было сделано все, чтобы Рокки был любимым и популярным чемпионом. И теперь этот чемпион встречается с главным антигероем последних лет Эзардом Чарльзом. Марчиано уже был генератором денег, и победа только усилит его статус. Если не считать команды Чарльза, в боксерской индустрии все хотели, чтобы Рокки победил. И этим всем было не по себе после того, как миновало несколько раундов. Эзард Чарльз, которого все списали, преподавал любимому всеми чемпионам, урок бокса. Первые пять раундов прошли под диктовку Чарльза, но позади была слишком большая карьера и проведено слишком много тяжелых боев. У Чарльза уже не осталось резервов на активный 15-раундовый бой. В шестом он начал экономить силы, благодаря чему Рокки смог подобраться ближе и стал попадать. Тем не менее, перелом произошел нерезко, он был постепенным. После 10 раундов Чарльз все еще вел в счете. Причем не только объективно, но даже на карточках судей. Тем не менее, бой склонялся в пользу Марчиано. Он часто мазал, точных ударов было не так и много. Чарльз все равно работал чище. Но в поединке, в котором всеобщий фаворит постоянно идет вперед, судьи будут считать активность, а не точные удары. В 12-13 раундах Чарльзу было очень тяжело. Публика ревела, нокаут был близко. Он уже явно напрашивался. Еще чуть-чуть и броктонский блокбастер задушит Кобру из Цинциннати. Чарльз и так вытерпел больше, чем Джо Луис, Джерси Джо Уолкотт и другие супертяжеловесы, которых Рокки смел с ринга. Но в 14-м раунде Кобра снова начала больно жалить. Поразительно, старый изношенный полутяжеловес, как Эзарда называла пресса перед боем, не просто отказывался сдаваться, он боролся за победу. В итоге поединок прошел всю дистанцию, судьи отдали победу Марчиано. Но если смотреть на картинку боя целиком, Эзарда Чарльз бой не проиграл. Просто еще до поединка было понятно, для того, чтобы выиграть в 15-раундовом поединке у самой главной звезды бокса, недостаточно забрать 8 раундов и надеяться, что тебе отдадут победу со счетом 8-7. Нужно, как в бою с Луисом, выиграть все 15, и тогда, возможно, тебе отдадут 10. В боксерском сообществе все согласны с тем, что Эзард Чарльз был большим победителем в 15-раундовом поединке против Рокки Марчиано. Это был один из величайших боев в супертяжелом весе. Не принижая достоинств чемпиона, нужно сказать, что таковым этот бой стал благодаря Эзарду Чарльзу. Никогда еще в современной истории бокса 15-раундовый чемпионский бой в супертяжелом весе не был настолько драматичным. У каждого великого боксера в запасе всегда есть последний великий бой. В случае с Чарльзом это был тот самый бой. Впервые в своей жизни Эзард вызвал в прессе настоящий фурор. Не было ни одной статьи, в которой о нем высказывались не то, что плохо, не было такого, чтобы о нем писали даже что-то нейтральное. Это был шквал восторженных отзывов. Наконец-то, приблизившись к отметке в сотню боев, он получил признание. Печальная сторона всей этой истории в том, что он получил признание только после того, как износился, потерял в скорости, выносливости и рефлексы были уже не те. И для того, чтобы сдерживать соперника, пришлось взвалить всю ответственность не на мастерство, а на характер, который был у него всегда. Не может парень из черного гетто дойти до звания чемпиона мира в супертяжелом весе, при этом не будучи супертяжеловесом без характера. Это было очевидно. Вот только многие почему-то этого рассмотреть не могли, хотя скорее всего не хотели. Но вот не повезло Чарльзу побить Луиса в самый неподходящий для себя момент. И смыть это смогло только побоище с Марчиану. А вот что сказал сам Рокки. «В бою с Эзардом Чарльзом я узнал, что такое настоящая боль». Похвалы Эзард удостоился и от Джо Луиса, который посчитал бой в пользу Чарльза. Хотя Джо все еще поедало изнутри то обидное поражение. За неполные 8 раундов Луис попал по Марчиану больше, чем за 15 раундов попал по Чарльзу. Тем не менее, Джо заявил, что считает победителем Эзарда. После всего одного поражения Чарльз получил признание, которое не смогли принести ему 85 побед. Более того, если раньше для того, чтобы получить чемпионский бой, ему нужно было только побеждать, теперь Эзард получил еще один шанс после поражения. Реванш состоялся ровно через три месяца после первого боя, 17 сентября 54-го. Несмотря на все восторги, интерес к реваншу был ниже. Во-первых, второй поединок сделали слишком быстро. Люди, радио и ТВ не были готовы тратить большие деньги с такой регулярностью. Тут организаторов слегка подвела жадность. Во-вторых, когда эмоции после первого боя стихли, болельщики и журналисты начали возвращаться к реальности. А она была такова. Чарльз провел тяжелейший бой, самый сложный в своей жизни. Вряд ли за три месяца перерыва между двумя боями он вдруг резко помолодеет. Очевидно, что за такой короткий срок находящийся в расцвете сил Марчиано восстановится намного лучше. Возможно, именно в этом и была причина организации скорого реванша – не дать Чарльзу отдохнуть и восстановиться полноценно. Тем не менее, реванш все равно принес внушительные доходы – 635 тысяч долларов, на 200 тысяч меньше, чем первый бой. Но сумма все равно по тем временам огромная. Марчиано получил 250 тысяч, Чарльз – 90. Первый раунд прошел относительно спокойно, но он стал индикатором того, что еще одного великого боя зрители не увидят. Рокки Марчиано противостоял не Эзард Чарльз, а его тень. Весь резерв, который еще оставался у Эзарда, он оставил в первом бою. От великого Эзарда Чарльза осталось совсем чуть-чуть. Как будто за прошедшие с момента первого боя три месяца, он постарел разом лет на пять. Однако, когда уже вроде бы все стало понятно, произошло неожиданное. В шестом раунде Чарльз каким-то чудом буквально разрезал нос Марчиано пополам, и кровь потекла ручьем. Журналисты оживились и начали громко говорить, что бой сейчас остановят. Тренер Марчиано, Чарли Голдман, ожидал того же и сказал своему боксеру, что нужен нокаут, потому что из-за такой травмы бой могут остановить в любую секунду. В любых других обстоятельствах поединок, скорее всего, был бы остановлен. Но Рокки Марчиано был непростым боксером. Его карьеру вел Фрэнки Карбо, и как-то раз свидетель по обвинениям в адрес Карбо незадолго до суда выпал из окна при странных обстоятельствах. Если бы рефери Эл Берл снял Марчиано с боя, его бы, Берла, утопили в судоходном проливе Ист-Ривер. Чарльз держался как мог, надеясь на чудо. Но чудо не произошло. Его тело начало просто-напросто отказывать. Бой завершился победой Марчиано в восьмом раунде, после чего врачам пришлось полностью заклеить нос Рокки. Как ни странно, второй поединок признали боем года, хотя первый был зрелищнее. С другой стороны, во втором поединке из-за травмы можно сказать, что Рокки одержал волевую победу. Пресса, которая изначально предвидела такое развитие событий, пошла в атаку на Чарльза. Его обвинили в трусости и в том, что он мог бы попробовать продержаться и подольше. Эзерт попытался защититься, но лучше бы он этого не делал, потому что получилось очень коряво. Он сказал, что успел оторваться от канваса до того, как рефери сказал 10. Там действительно было на грани, но даже если предположить, что Чарльзу дали бы продолжить. Всем сердцем хотелось бы надеяться на то, что у Эзерда Чарльза был шанс, потому что он этого заслуживал. Но если быть максимально честным, то скорее всего продолжение боя ничего не изменило бы. Сам Эзерт сказал, что мог бы продержаться еще пару раундов и усугубить травмы на лице Марчиано настолько, чтобы вынудить рефери остановить бой. Но все понимали, что для этого Чарльзу нужно было помолодеть хотя бы на пару лет и буквально оторвать нос Рокки Марчиано. В раздевалке после боя Эзерт спросил Джейка Минца, «Как думаешь, когда я снова смогу подраться за титул?» Джейк знал точный ответ на этот вопрос. «Никогда», но все же сказал, «На это может потребоваться какое-то время». Чарльз вернулся в Цинценатти. После первого боя с Марчиано его встречали как героя. Теперь же в городе была тишина. «Люди на улицах даже не смотрели в мою сторону. Они подходили только в том случае, если им нужны были деньги». Эзерт хотел продолжать драться и попытаться снова выйти на позицию претендента. Джейк Минц в это не верил и начал постепенно отдаляться. Сделал он это не потому, что он хотел бросить боксера. Наоборот, он сделал это, потому что самостоятельно Эзерт не смог бы организовывать себе бои и вскоре завершил бы карьеру. Он любил Чарльза всей душой и всем сердцем. И ему было больно смотреть на то, как Эзерт проигрывает. В июне 1957 Минц умер от сердечного приступа. Когда-то Джейк назвал Эзерда Чарльза школьником, а затем стал его самым ярым поклонником и защитником. И в тех великих достижениях, которых добился Чарльз, есть весомая доля Джейка Минца. Как написал Уильям Детлов в книге об Эзерде Чарльзе, за всю историю бокса ни один менеджер не сражался за права своего боксера так отчаянно, как Джейк Минц сражался за Эзерда Чарльза перед третьим боем против Волкота, когда узнал, что их обманули с судьями. И ведь это действительно так, Джейк взял удар на себя. Рискуя лишением лицензии или даже арестом, он пытался сорвать бой, в котором его боксеру было уготовано поражение. Джейк умер, когда ему было всего-то 57 лет. В 1955-м Чарльз провел 11 боев, 6 побед, 5 поражений. Самым ярким эпизодом стали два боя с Джоном Холлманом, расположенным на четвертой строчке рейтинга в супертяжелом весе. Первый бой Эзерт проиграл, во втором победил. Это могло бы стать точкой отсчета к очередному возвращению к статусу претендента, но не стало. Даже отдохнувший Эзерт был таким же, как и в реванше с Марчано. Тогда зачем он продолжал драться? Потому что ничего другого он не умел, а деньги все равно платили хорошие. За 1955-й год он заработал около 50 тысяч долларов. Это, конечно, не 225 тысяч за два боя с Марчано, но все равно деньги очень большие. У Эзерда было трое детей, и он хотел, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. В начале 1956-го Чарльз покинул топ-10 супертяжелого веса. Начиная с 1942-го, когда он выиграл свои первые большие бои, затем на протяжении 14 лет он входил в десятку сильнейших боксеров. Сначала это был средний вес, затем полутяжелый, а затем и хэви. В 1956-м Чарльз провел шесть боев. Две победы, шесть поражений. Вся семья была против продолжения карьеры, но Чарльз всегда видел мир по-своему. Точно так же, когда он впервые пришел в боксерский зал и получил отказ. В тот момент только он видел себя чемпионом. Но все же женский коллектив взял верх. Мать, бабушка, жена уговорили Эзерда уйти. «Когда я сказал Гледис, что у меня будет бой в декабре, она отреагировала так, будто я ткнул в нее раскаленной кочергой». Рокки Марчиано оставил титул и покинул бокс. Вакантный титул оспорили Флойд Паттерсон и Арчи Мур. Эзерт надеялся, что победит Мур, потому что тогда бы у него появился шанс. Бой состоялся 30 ноября 1956 года. Победил Паттерсон. На следующий день Чарльз уведомил команду о том, что он завершает карьеру. Эзерт открыл ресторан, несколько баров. Он купил еще недвижимость, теперь в Лас-Вегасе. Ему предложили работу с трудными подростками за 260 долларов в месяц. Хорошие деньги за не такую и сложную работу, общаться с трудными подростками и учить азам бокса три раза в неделю. Но Чарльзу было всего-то 36 лет. Молодой парень, у которого еще много энергии. Он дрался всю свою сознательную жизнь. И теперь, когда у него была спокойная, сытая жизнь, ему было как-то не по себе. Даже будучи чемпионом, он жил довольно скромно. Хотя все же исполнил мечту детства и купил себе несколько десятков костюмов. Чарльз не тратил деньги на ненужные вещи, не выпячивался и не пытался пускать пыль в глаза. Он просто жил своей боксерской жизнью. В конце 57-го Эзерт располнил. Его вес перевалил за 100 килограммов. Его жена, Глэдис, настояла на том, чтобы Эзерт начал бегать. И даже разрешила походить в его старый боксерский зал. А зря. В зале ему было хорошо. Звуки, ощущения, запахи. Он чувствовал себя как дома. Там были все его старые знакомые. Они называли его Чемп и говорили, что рады его видеть. Пример Арчи Мура не давал покоя. Мангуст, теперь уже старый, все еще был чемпионом в полутяжелом весе в свои 44 года. А Чарльзу всего-то 36. В конце августа 58-го Эзерт вернулся на ринг. За следующие 12 месяцев он провел 6 боев. Две победы, 4 поражения. И это не против топовых соперников, а против бойцов, которых 10 лет назад он разгромил бы, даже если бы у него одна рука была завязана за спиной. До Эзерда наконец-то дошло, что не стоит ждать момента, когда с ринга его унесут на носилках. В сентябре 59-го он принял уже окончательное решение, что на ринг он не вернется. Гледис этому порадовалась, но все равно у них состоялся жесткий разговор. Она настояла на том, чтобы Чарльз присматривал за бизнесом сам, а не надеялся на партнеров. Пока Эзерт мечтал о возвращении, два его бара, ресторан и развлекательный центр для детей, закрылись из-за неграмотного ведения бизнеса его друзьями, которые теперь делали вид, что они его не знают. Арендаторы его недвижимости долгое время не платили, а ответственные люди за этим не следили. Чарльз оказался в одной из двух ловушек, в которые попадают все боксеры. Либо они сразу растрачивают все свои деньги, либо же доверяют их не тем людям. Чарльз относился ко второму типу боксеров. Все свои деньги он вкладывал и доверил их тем, кого считал друзьями. Ему пришлось распродать недвижимость, потратить все сбережения и даже продать автомобиль, чтобы рассчитаться с долгами. Но этого было недостаточно. Масштаб проблем оказался не таким, как у Джо Луиса или Рея Робинсона, которые в то же самое время воевали с налоговой, и битва была не равна. В какой-то степени Эзерду повезло, что он не был настолько популярен, потому что вокруг него не собралось просто огромное количество кровососов, как в случае с Реем Робинсоном, но все же проблемы решать пришлось. Всю карьеру я копил на тот случай, если наступит дождливый день, и он наступил. Но в итоге это не дождливый день, это настоящий потоп. Я был человеком, который верил людям. Если кто-то говорил мне, что он мой друг, я считал, что это действительно мой друг. Эти люди приходили ко мне домой, завтракали у меня дома, обедали и ужинали. У меня постоянно просили деньги на улице. Чтобы дойти куда-то пешком, мне требовалось 30 долларов. Когда ты чемпион, 2-3 тысячи долларов не имеют большого значения, хотя на самом деле это приличная сумма. Теперь я это понимаю. Все то же самое, что и с Джо Луисом. Видя бедность, из которой ты сам выбрался, тяжело пройти мимо и не помочь тем, у кого выбраться не так много шансов. Они знали, какую тяжесть чувствуют эти люди. Джо Луис и Эзерт Чарльз раздали на улицах много денег, тысячи долларов. И хотя ситуация в семье Чарльза была на грани, взрослым удавалось обставлять все так, что трое их детей даже не знали, что у родителей есть проблемы с деньгами. Дети были сыты, одеты, ходили в хорошую школу и у них всегда были карманные деньги. Это многое говорит о Гледис и Эзерде, как о родителях. Более того, Эзерт даже иногда позволял себе посидеть в баре и угостить друзей. Хотя после таких посиделок дома его всегда ждал нагоняй от Гледис. В 1962 Чарльз переехал в Чикаго, а финансы под свой полный контроль взяла Гледис. Эзерду предложили поучаствовать в продвижении винного бизнеса Галло. Параллельно он попробовал себя в рестлинге, но через год оставил оба дела. В 1964 он устроился продавцом в автомобильный салон Dodge. Продавцом он был не очень хорошим, но Эзерт был приятным парнем, плюс ко всему известным, и это помогало в продажах. Ему даже подарили новый Dodge Polaro с кнопками вместо рычага коробки передач. Эзерт постепенно рассчитался с долгами, а семья переехала в шестикомнатную квартиру в престижном районе всего в пяти минутах езды от озера Мичиган. Через время он уволился из салона и снова начал зарабатывать, появляясь на различных мероприятиях. После относительно сложного периода дела наладились, семья снова была в достатке. 8 января 1966 Чарльз появился в качестве почетного гостя на поединке Рубина Картера, о котором потом снимут фильм под названием «Ураган». Промоутер боя, давний друг Чарльза Бен Бентли обратил внимание, что Эзерт иногда как-то странно шаркает правой ногой. Гладис забеспокоилась. Первые обследования не выявили ничего особенного, кроме повышенного давления. Но затем врачи все же смогли поставить диагноз – боковой амиотрофический склероз. Очень редкое заболевание центральной нервной системы, которое не поддается лечению и с которым живут от двух до пяти лет, в очень редких случаях до десяти или больше. Все начинается со слабости в мышцах, затем появляется затруднение речи. В конечном итоге развивается мышечная атрофия. Человек прикован к постели, не может двигаться и хоть как-то себя обслуживать. Есть в этой болезни один важный момент, и он как две стороны медали. С одной стороны, на мозговые функции этот недуг никак не влияет, то есть человек не слабеет умом. Но самое страшное заключается в том, что он абсолютно осознанно и обреченно наблюдает за тем, как отказывает его тело. В качестве поддержки мэр Чикаго дал Эзерду хорошо оплачиваемую работу. Ему нужно было проводить беседы с трудными детьми и направлять их в сторону спорта. Это помогало отвлечься от мыслей о том, что твой путь очень скоро завершится. «Я провожу время с детьми. Я уделяю время всем, но обычно высматриваю самого трудного ребенка. Я разговариваю с ним и надеюсь на то, что смогу вывести его на правильный путь». Через некоторое время Эзерт начал ходить с палочкой, а вскоре оказался в инвалидной коляске. Но даже это не останавливало его от встреч с детьми. Он знал, что у него есть работа и собирался выполнять ее столько, сколько сможет. Узнав о проблемах бывшего соперника, первым на помощь пришел Рокки Марчано. Он перечислил семье Чарльза 10 тысяч долларов. «Я просто хотел сделать что-то хорошее для человека, которого я очень сильно уважаю. У нас, боксеров, нет организации, в которую мы могли бы обратиться, когда счета за лечение становятся слишком большими. Так что мы должны помогать друг другу». В конце 68-го друзья экс-чемпиона организовали мероприятие под названием «День Эзерда Чарльза». Приехали Джо Луис, Рокки Марчиано, Джерси Джо Уолкотт, Генри Армстронг и Мохаммед Али, который в то время был отстранен от бокса и жил в Чикаго по соседству с Чарльзом. Али, кстати, был очень большим поклонником Эзерда и очень хотел с ним дружить. Но поскольку Али в тот период времени был крайне политизированной фигурой, Эзерт старался не сближаться с Мохаммедом, потому что не хотел попасть в политический замес. Но к своему знаменитому соседу Чарльз относился с уважением. Слова поддержки и восхищения сказали все. Последним это сделал Марчиано и своими словами он довел людей до слез. «Я сидел в первых рядах на поединке, в котором Эзерт победил Джо Луиса. Это был очень хороший бой. Но когда я покидал арену, люди вокруг меня говорили только о Луисе. На следующий день в газетах было все то же самое. Все плакали по проигравшему, и никто не отдал должное Эзерду. Люди просто не хотели видеть, как проигрывает Луис. Не вина Эзерда, что его обходят вниманием. Он попал в тот период времени, когда кровожадная толпа была просто не в состоянии его оценить. Затем Рокки повернулся к Чарльзу и сказал, «Эз, я никогда не встречал такого человека, как ты. Ты дрался со мной лучше всех других моих соперников. У тебя больше духа и смелости, чем у любого другого человека, которого я знаю». После этого Джо Луис и Джерси Джо Уолкотт помогли Чарльзу подняться с кресла и встать за трибуну. У него уже начались проблемы с речью, но все же внятно разговаривать он все еще мог. Эзерт сказал, что это самое приятное, что происходило с ним в жизни и поблагодарил собравшихся коллег и 1200 фанатов, которые купили билеты на мероприятия. Публика и чемпионы аплодировали стоя. Эзерт продолжал работать с трудными детьми до 1972 года. В 1974 он уже не разговаривал и даже не мог самостоятельно есть. Для того, чтобы общаться, жена и дети называли буквы по алфавиту. Эзерт моргал на нужной. Так он составлял слова и мог общаться с семьей. Гледис уже давно советовали определить мужа в клинику, где ему обеспечат уход. С этим тяжело было смириться, да и дети были против. Они были готовы посвятить отцу столько времени, сколько потребуется. Но Гледис сказала, ваш отец хотел бы, чтобы у вас была своя жизнь. Он не хочет отнимать у вас молодые годы. После того, как Чарльза поместили в больницу, Гледис посещала его почти каждый день. 26 мая 1975 в больницу к Эзерду приехала вся семья. Они вывезли его на улицу, погуляли, а перед тем, как отправиться домой, пообещали, что через несколько дней они приедут вновь. Но это был последний раз, когда вся семья собралась вместе. 28 мая 1975 года Эзерт Чарльз умер. Ему было 53 года. Хочется надеяться, что в последние часы своей жизни в своем сознании он снова был молодым и стройным. Деньги текли рекой, а его тело могло делать все, что он захочет. И, может быть, публика наконец-то его простила. Хотелось бы, чтобы было именно так. Долгое время величайшим полутяжеловесом считали Арчи Мура. Пока со временем историки не начали задумываться над одной простой вещью. Выступая вместе с Муром в одном весе, Эзерт Чарльз победил большую часть тех же соперников, что и Мур. Победил Тедди Яроша и Чарли Берли, которым Арчи проиграл. И вдобавок ко всему, Чарльз победил самого Мура. И не тогда, когда Арчи был слишком молод или слишком стар. Он победил его три раза из трех в лучшие годы Мангуста. Когда смотришь на карьеру Арчи Мура и видишь его умопомрачительные 186 побед и 132 нокаута, и это самое большое количество нокаутов в истории бокса. А потом понимаешь, что есть боксер, который победил его трижды и завершил свою победную серию нокаутом, Мангуст так и не смог победить Кобру. После такого вопросы о том, кто сильнейший в этой паре, отпадают сами собой. И становится очевидно, кто на самом деле номер один за всю историю полутяжелого веса. Но я хотел бы проанализировать и еще кое-что. Если вы считаете иначе, я не пытаюсь вас переубедить. Просто хочу предложить вам новый взгляд на то, кто на самом деле является лучшим боксером в истории. Чаще всего вы можете встретить мнение о том, что величайшим является Шугар Рейт Робинсон. Так считает популярный историк Берт Шугар, а также американский журнал Ринг. Напомню, что у Робинсона 21 победа над членами зала славы, а у Чарльза 20, хотя надо признать, что по факту больше. Но берем официальные результаты. Да, изначально Эзерт крупнее Робинсона, но давайте я покажу вам вот эту фотографию. Слева Эзерт Чарльз, справа Рей Робинсон, а посередине Джейк Ламотто по прозвищу Бешеный Бык. Напомню, Ламотто средний вес. А вот фотография, которую вы уже видели, где Робинсон и Чарльз вдвоем. И теперь задумайтесь вот над чем. Человек слева, Рей Робинсон, бил легковесов, полусредневесов и средневесов. А человек справа бил средневесов, полутяжей и супертяжей. На видео слева с Джоуи Максимом дерется Шугар Рей, а справа с Максимом дерется Чарльз. Напомню, что пик Робинсона был в полусреднем весе, а пик Эзерда в полутяжелом весе. Глядя на эти кадры, можно ли сказать, что слева полусредневес, а справа полутяж? Чтобы вам было чуть проще, скажу, что по современным меркам это разница в 4 весовых категории. Думаю, теперь вы понимаете, о чем я говорю. Возьмем десятку лучших боксеров по версии американского журнала Ринг. Эзерт Чарльз – единственный боксер из топ-10, кто побеждал сразу двух своих соседей – Мура и Луиса. Причем разгромно – это неблеклая победа Мэйвезера над Пакьяу в бою, после которого и вспомнить нечего, как будто его и не было. Также Чарльз побеждал Джоуи Максима, которому проиграл лидер этого рейтинга Рэй Робинсон. Хотя это была уже не лучшая версия Шугара, да и в целом он поменьше габаритами, но факт есть факт. Конечно же, у Робинсона тоже есть свои аргументы, почему он должен быть первым номером за всю историю. Я просто предлагаю вам вполне обоснованную точку зрения, которую не обязательно принимать, но над которой стоит подумать. Вот вам еще пища для размышлений. Помните боксера по имени Рой Джонс-младший? Когда он прыгнул из полутяжей в супертяже и победил Джона Руиса, взяв титул WBA, были мнения о том, что Рой сделал заявку на звание лучшего в истории. Руис, конечно, не мешок для битья, но самый заметный след в истории бокса он оставил в тот момент, когда улетел в нокаут от кулаков Дэвида Туа. И если попробовать составить сотню лучших супертяжей в истории, то не факт, что Джон не туда попадет. И тем не менее, победа над ним для многих является очень весомым аргументом в пользу Роя, как претендента на звание лучшего в истории. Теперь представьте, что после победы над Руисом, Рой Джонс не вернулся бы обратно в полутяжелый вес, а остался бы в супертяжах и в следующем поединке встретился бы с Леноксом Льюисом, как и планировал изначально. Льюис, конечно, прошел свой пик, но все-таки вошел в историю, как один из лучших представителей супертяжелого веса. Так вот, представьте, что Рой не просто встретился бы с Леноксом, но и победил бы его. Если бы это произошло, полагаю, для большинства людей Рой Джонс стал бы величайшим в истории. И победа над Льюисом действительно была бы фантастическим результатом, даже с учетом того, что Ленокс находился на финальной стадии карьеры. Так вот, Эзерт Чарльз сделал то, что в случае с Роем Джонсом осталось только лишь красивой фантазией. Чарльз разгромил второго после Али лучшего супертяжа в истории. Да, Джо Луис прошел свой пик, но после этого Луис одержал серию побед и абсолютно по делу стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира, что повысило ценность победы Чарльза. Пытаясь понять, почему же Кобру из Цинценатти зачастую обходят стороной, я пришел к выводу, что все-таки огромное значение имеет известность, выходящая за пределы бокса. Джек Джонсон был вовлечен в расовую борьбу. Джо Луис стал одним из символов победы над Гитлером и нацистской Германией. Мохаммеда Али узнала намного больше людей после того, как он был вовлечен в протесты против войны во Вьетнаме. В конце 60-х Али в первую очередь был фигурой политической и религиозной, нежели спортивной. Благодаря этому выходу за рамки, когда он вернулся, внимание к его боям возросло многократно. Помимо выхода за пределы бокса, огромное значение имеет наличие видеозаписей. Представьте, что две самых больших победы в карьере Али против Формана и в третьем бою против Фрейзера не были бы сняты на видео. И существовала бы запись только первого боя Али Фрейзер, где Мохаммед проиграл и при этом побывал в нокдауне. А скажем, одна из лучших трилогий в истории бокса «Чарльз против Арчи Мура» была бы снята на видео, причем в хорошем качестве. И бой Эзерда Чарльза против Джо Луиса был бы вовлечен в политические разборки мирового уровня, как в случае с боем «Луис Шмеллинг-2». И по нему было бы снято несколько документалок. Абсолютно уверен в том, что баланс относительно того, кто есть кто в исторической иерархии изменился бы существенно. Карьера Эзерда Чарльза была связана исключительно со спортом. Он, как и Джо Луис, сторонился борющихся за права черных радикальных организаций и считал, что за свои права нужно бороться мозгами, а не хватать палки и камни и устраивать погромы, только ухудшая отношение к черному населению. Эзерт сам был примером того, как черный парень из бедного квартала Цинценати выбился в люди. Заслуженный спортсмен, образованный, говорит на трех языках. Вы знаете хоть одного черного чемпиона из Штатов, кто говорил бы на трех языках? Некоторые и на родном двух слов связать не могут. Эзерт Чарльз был уж слишком правильным. Он не был отличником в школе, но был отличником по жизни. Он не лез в политику, шоу-бизнес, киноиндустрию. Он был прирожденным боксером, стопроцентным, до мозга костей. Его жизнь не была насыщена скандалами, как у многих других легенд бокса. Он никогда не оскорблял соперников. Эзерт никогда не попадал в неприятности, не сидел в тюрьме, его ни разу не арестовывали, если не считать формальный арест после боя с Бороуди, но там на него даже наручники не надевали и в камеру не отправляли. Он не был алкоголиком или наркоманом. У него никогда не было случаев домашнего насилия. Он даже умудрился не вляпаться в тесные отношения с представителями мафии в период, когда влияние мафии на бокс было самым большим за всю историю этого вида спорта. Несмотря на все это, Чарльз оставался незамеченным и непризнанным в течение жизни. Его начали понимать и признавать только десятилетия спустя, когда его самого уже не было в живых. Но такова его история, которая началась с того, что тихий скромный мальчик, который говорил почти шепотом, пришел на порог боксерского зала и по нему нельзя было сказать, что через время он будет побеждать лучших представителей одного из самых жестких и опасных видов спорта за все время его существования. Так и с его карьерой. При первом рассмотрении кажется, что это ничем не примечательное имя посреди списка великих супертяжей. Из жизни Эзард ушел подобно тому, как сделал свой первый шаг в сторону бокса. Тихо и скромно. И в тот момент, по его виду, тоже нельзя было сказать, что это один из лучших боксеров, когда-либо выходивших на ринг. А может быть, даже вообще лучший. Но несмотря ни на что, он занимает особое место в мире профессионального бокса. А его мотивирующая, очень трогательная и не оставляющая равнодушным история достойна подробного рассказа. А он сам достоин того, чтобы как можно больше людей узнали о нем и оценили его боксерское наследие. Его зовут Эзард Чарльз. И с этого момента его имя останется в вашем сердце навсегда. Продолжение следует...